Всем привет, это подкаст Europe Design, сегодня 18 января 2016 года, выпуск номер 66. Всем привет! Время без 15.11 по Челябинску. 66-й подкаст, как приказ 66. Да, практически ещё 600 выпусков будет 666. Мы в натуре уже из ада в обоих виски, потому что столько не живут. Короче, все, кто дослушает тот адский сутанат. Да. Давай главные темы обозначим. Первая главная тема – администрация президента просит Роскомнадзор не терроризировать людей в кризис. Как ты долго это выговаривал. Вторая тема – боремся за специфичность в CSS. И в конце развлекательная, занимательная статистика с Порнхаб. Погнали. Ну слушай, а у нас Порнхаб мог бы хоститься на нашем хостинге же, да? Я думаю, это просто-прёсто. Это счастливый сон наших партнёров и друзей из SmartApe, если бы Порнхаб вдруг перешёл на их облачное хранилище. Это было бы просто космос. Хотя бы раздел с teens. Да. Или хотя бы с tits. Да. Ну так вот, ну вообще да, слушайте, и может быть хотя бы вы перейдёте, и это тоже будет прям круто для всех нас. Мощные и надёжные виртуальные серверы – это выбор настоящих веб-профессионалов. Хостинг-провайдер SmartApe.ru использует современные технологии виртуализации в совокупности с надёжным и мощным оборудованием. Ослепительный комьюнити проект UwebDesign рекомендует услугу «Аренда ВПС-сервера», которая предоставляется для ваших высоконагруженных сайтов на высшем уровне. Иными словами, ВПС-хостинг нужен таким проектам, которые переросли первоначально небольшие сайты, и им больше не хватает имеющихся ресурсов. Приятным бонусом станет оперативная техническая поддержка, которая превратит вашу работу в настоящий праздник. Ну вот да, вот так вот. Слушай, знаешь, что-то я хотел сказать про то, что Порнхаб и занимательный... Ну ладно, давай начнём. А, я вот ещё хотел сказать. Мы чем больше шутим в самом начале, тем больше чуваки в комментах напишут «Начало с пятой минуты». Вот там в комментах «Начало с минуты тридцать». Так они же... Нет, начало было именно реально. Чувак написал начало, и где именно джингл закончился. А, ну вот. То есть для того, чтобы просто никто рекламу не слушал. А потом уже чуваки писали, сколько у них... Мы просто спрашивали, напишите, сколько у вас времени. А, ну это да. Пишут время, и как бы это ловится ещё и как тайм-код. Я постоянно перехожу как бы по ссылке, ищу чё-то смешное, думаю, и чё, чё им тут понравилось. А там просто бред какой-то. Ну вот да, мы сами забываем уже, о чём вас просим писать в комментариях. Пишите в комментариях, о чём вы сами забываете написать в комментариях. Да. Сегодня дизайновый блок, он небольшой, но прикольный. Как наркотики дизайнерские, он даже и не про дизайн. Так. То есть это, я не знаю, блок фриланса, работы с комьюнити и вообще чего-нибудь. На скилл краш. Я даже не знаю, как вообще эта тема попала к нам в тему. Я этот блок ни разу не читал, я на неё нигде не подписан. Но, видимо, веб-дизайнер-ньюс пришли. Угу. Кто-то, может быть, сейчас подумает, что это нейтив реклама, когда мы просто так скользко как бы про веб-дизайнер-ньюс упомянули, а что мы на самом деле больше про плотилища, чем смартфон. Нет, загрузочный диск почти заполнен мне прямо на весь экран. Круто. Короче, здесь очень длинная преамбула. Здесь авторша, авторка, Рэндалл Браунинг. Она пишет нам, я вот помню, когда я устраивалась вообще работать на техническую должность, я просто охренела, когда типа узнала, сколько вообще всего требуется знать. Ну, мы знаем вот эти классические требования к работе. 15 тысяч, нужно знать, Angular, Backbone, React, Meteor. Угу. И, собственно, ещё фреймворки много open-source иметь, развивать активно. Опыт работы 10 лет. Да, да, естественно. Причём с React, который как бы год назад вышел. Вот. И она тоже об этом говорит. И, в принципе, она говорит, я начинала, когда даже не знала вообще, что такое CSS Selector и HTML Synthex. То есть она вообще была практически новичок. Да, полная зеро. Ну, потом она, естественно, научилась, и она такая думает, блин. А на самом деле самое важное, это преодолеть, так скажем, когда вот у тебя комплексы, как это называется, неуверенность. Вот неуверенность в себе, начать чуть-чуть знать, а там уже и само попрёт. Ну, говорят, это должны базовые какие-то вещи. Знаете, знаете, столпы. Вот как у нас мир же на трёх черепахах, да, стоит, а три черепахи на двух слонах. Ну. Так вот. И земля, блин, если... А дизайн на чём стоит просто? На лебедевых? Тихо, на трёх причём, да. И на Крисе Куаре на одном, а не все. На пузе у него, бля. Ну, так вот. И на самом деле здесь несколько тоже столпов. Так. И мы их рассмотрим, да, я так понимаю? Ну, она изначально, она сделала инфографику нам, а мы рассмотрим уже эту инфографику. 11 скиллов, которые вы будете использовать на любой девелоперской работе. Job. Да, она почему так говорит? Она пишет этот пост для generic developer job. То есть, неважно, какая у вас будет мелкая, так скажем, специализация, будь то там WordPress интерпретатор. Или просто frontender какой-то. Или просто frontender, да, или реальный там Django программист на Python. В общем, вам всё равно надо знать, причём там в конце будет WordPress. Вам всё равно надо будет знать WordPress. Отлично. Ну и вот, начнём с Photoshop плюс Illustrator. Угу. Она, кстати, здесь не упоминает скетч. Она либо не в трендах, либо у них там где-нибудь, я не знаю откуда она. Ну, хотя в штатах скетч уже как бы шагает. Угу. Ну, в общем, она предпочитает думать, что он всё ещё не достоин отдельного столпа, или хотя бы того, чтобы присоседиться вот в этот условно-дизайновый столб. В общем, с Photoshop и Illustrator она, говорит, базовые вещи. То есть, очевидно, что если ты будешь работать непосредственно в нём, то тебе надо знать там до хрена всего. Угу. Угу. Чтобы уметь с ним работать, что там есть смарт-слой и так далее. Ну, типа, вы должны translate, переводить дизайны в рабочий код. Вау. Ну, то есть, как бы вы должны уметь программировать. Это следующая тема, да. Ну, слушай, нет, допустим, для каких-нибудь суперкрутых джанго-программистов они вообще это вертели всё, ваши фотошопы. Ну, они вертели, но если у них будут эти навыки, они на более одном языке будут разговаривать с предыдущими зрениями цепи, с фронтендерами и с дизайнерами. Угу. Они смогут сказать, блин, чуваки, вот я точно знаю, что из-за того, что вы в самом начале вон там не используете крутой бленд-режим, у меня вот здесь мне хреново код писать, у меня один с ноликом не сходится. Ну, или знаешь, типа, я вот здесь, когда код пишу, вот можно слой ещё добавить, потому что мне там неудобно добавить? Ну, да, да, да. То есть, вот тут прям напрашивается, у меня вот опиха не отдаёт дизайсон из-за того, что у вас там слоя нет. Так. Ну, короче говоря, типа, она не имеет в виду, что чувак должен иметь у... иметь, уметь вообще всё, она имеет в виду, что должны быть базовые знания на каждой стадии, чтобы как-то потом... Допустим, а вдруг ты из суперкрутого джанга-программиста в тимлида вырастешь? Угу. Тебе придётся пасти овец, так скажем. Ну, так вот, понимать, что такое слои, понимать, что такое разрешение, dimensions, и вытаскивать цвета. Естественно, практиковаться, практиковаться, практиковаться. И ещё они рекламируют здесь свой скилл-крашевский веб-дизайнер Blueprint, который можно тоже посмотреть. Так, окей. Пойдём дальше. Ну, она здесь пытается метафорами сказать, что такое HTML. Это вот вы придумали дом, и вы просто говорите, что у меня есть вот такая комнатка, такая-такая. Грубо говоря, теги просто расставляете, а потом уже будете стилизовать после, с помощью там CSS и так далее. Ну, вот они, что вы должны уметь с HTML. Создавать просто с нуля HTML, то есть прям писать Doctype, Head, Body, чё там ещё, я больше не знаю ничего, да? Так вот, использовать какой-нибудь HTML template, она считает, не то, что это нужно делать, а уметь. Типа HTML5, Boilerplate. А чё, если им, как говорится, кучер довезёт, Sublime Text сам всё поставит, я там напишу одно слово HTML. Если ты не знаешь, что такое HTML, чё такое Sublime Text, ты по определению заодно можешь. Вот, и видишь, у неё около лампочки, это именно совет, Tip, если угодно. Так вот, Tip у неё такой, использовать HTML, блин, это не использовать, а вы будете. Короче, вот тут под нажмением вот этого стопудово будете использовать на любой developer job. Причём по часам, вот прям каждый час. Да, да, как мы часто говорим, on daily basis, Никита, мы с тобой разговариваем каждый день. Вот здесь каждый час, ежечасно, если угодно. CSS вы должны знать, как это не прискорбно, хотелось сказать, как это не парадоксально. Да, well structured, короче говоря, CSS чё делает? Одевает HTML, причёсывает его и как-то его стилизует. Знаешь, чё, кстати, сейчас хочу к этому всему сказать? Ну-ка. Она, кстати, как раз говорила, что она нифига не знала, когда начинала, да? Так. Я просто хочу вспомнить, вы знаешь, если, допустим, у тебя много времени и есть вторая жизнь, ну как будто, да? Угу. И вот просто на чистейшем CSS, без САСа и без того и без сего, просто сесть и что-нибудь на CSS на одном написать по приколу. Угу. Это, в принципе, отдельное удовольствие, на самом деле. Причём, если тебя никто не гонит, особенно. Угу. То есть, конечно, если тебе надо завтра уже сдать, а вчера должен был уже быть готов, то, конечно, ты на САСе быстро всё там замутил, у тебя есть какие-то там пресеты практически по музыканту. Вот. Но чисто на CSS, на частейшем, на pure CSS отдельное удовольствие написать, на самом деле. Ну да, но такое, знаешь, как тёплая лампа, когда ты подарки в картон заворачиваешь, бечёвкой перевязываешь и в лофте сидишь. Вот, да. Не, это просто я к тому, что какой-нибудь джанго-программист чуть-чуть может посмотреть вот эту тему. То есть, ему опять же CSS как бы... Ну, джанго-программист должен знать CSS. Ну да. Но тут ему надо там пофиксить какие-то штуки, уже вот тут, чтобы не ждать фронтендера и чтобы релиз выкатился именно сегодня, а не через 15 дней, пока это дойдёт там. Угу. Вообще, я хотел добавить, что если бы у меня вторая жизнь была, я бы всё-таки Вовку под героином играл, но да, я бы уже на Смертокрытие летал. Так вот, FTP следующее, что вы должны знать, File Transfer Protocol, кто не помнит, для наших слушателей. Здесь зрители-то видят расшифровку, а слушатели, может быть, забыли, что такое FTP. Угу. Мы про слушателей не забываем. Нам вот к каждому подкасту обязательно есть один комментарий. Вы про слушателей не забывайте, я вас там слушаю в маршрутке, там на работе, там в роддоме, пока у меня жена рожает. Да-да-да. Всякие есть варианты. Я не понимаю, а мы вроде и не забываем. Ну вот мы ещё раз говорим, мы не забываем всё хорошо. Слушатели – это прям отдельное место в наших сердцах занимает. Согласен. Если бы сейчас была трансляция перископ-прямая, вы бы видели, что я на голую грудь свою руку положил и показал, где сердца. А у меня их несколько просто. На татуировку со слушателями положил. Я причём, знаешь, как это? В Гарри Поттере они на чёрную метку палочки клали, чтобы там показать. Я на слушателе тоже палец кладу, и у меня в облаках тоже череп, между прочим. На слушателе-то те ещё. Нельзя, Алан Рикман умер. Да, кстати, Рип. Рип, да. Rest in peace. Для наших слушателей в этом у нас тут и эта аббревиатура «Быстрейспокойся с миром». Так. Так вот. Про FTP надо знать, что просто, как работают сервера, как работают базы данных, как класть файлы HTML, CSS в интернет. Я согласен. Вот это как раз всем надо знать. Вот прям всем. Вот. Хоть самой маленькой девочке-дизайнеру, хоть самому бородатому джанго-программисту, всем надо знать эту штуку. Это сарказм или нет? Маленькой девочке-дизайнеру-то нахрен. Ну как это? Ну она хочет своё портфолио. Чё, обращаться к бородатому джанго-дизайнеру? Да, согласен, согласен. Обращаться точно не вариант. Вот, да. Да. Gip GitHub. Version Control. Короче говоря, контроль-версии вы должны знать. Причём здесь-то тоже и верстальщики в том числе, скорее всего, не верстальщики, а дизайнеры. На GitHub уже теперь есть, ну уж давно достаточно, не то что я про новинку говорю. Сравнение макетов. Если ты PSD-файл новый закинул, и там чё-то одно изменилось, там прям есть сличение, так скажем, версии, будет видно, что вот этот слой добавили. Вау. Именно после того, как джанго-программист сказал, что у него опиха не отдаёт традицион, добавьте один слой, вот там можно отследить, кто чё добавил. Круто, круто. То есть прям реально интересно. Ну тут сказано, убедитесь, что вы можете создать репозиторий, пушнуть, пульнуть код, сделать ветку, форкнуть. Ну ты сам PSD-хи заливал хоть раз? Я не буду врать, не заливал. Я видел релиз в блоге. Ага, то есть мне просто интересно, дизайнеры часто пользуются, именно которые вот PSD-шные, иллюстраторные чуваки заливают, интересно, они на гид что-нибудь, или они у них какой-нибудь битбахет, опять же. Не, ну... И вообще есть ли смысл, или новая папка, новая папка 1 проще создать? Они или в Бридже всё хранят, если у них Creative Cloud оплачены. Ну, кстати, да. Или в Дропбоксе, если не оплачены. Понятно. Или, может быть, они оформляют на Behance всё? Ну, Behance это не столько хранилище, потому что на Behance обычно в Dropbox ссылку прикладываю. Угу. Сколько места, где ты оформляешь свой проект, чтобы мир посмотреть себя, показать? Так. Я правильно? В правильном порядке? В принципе, да. Баг-тестинг вы должны знать, даже если вы маленькая девочка-дизайнер. Найти ошибки в своём творчестве, так скажем. Угу. Ну, тут почему-то написано, что даже среди мобильных устройств надо знать баги. Да ладно, да вообще везде надо знать баги. Ну, то есть... Ну, а почему... Причём, да. Знаешь, почему даже маленькая девочка-дизайнер должна знать баги на мобильных девайсах? Ну-ка. Чтобы в случае чего, если ты верстаешь, если она верстает, точнее, адаптивный макет, она уже учитывала какие-то баги. Допустим, там на андроиде по краям что-нибудь расплывается. Ну, я условный. Почему-то вот у меня такой пример в башке возник, и она по краям ничего вот не располагает. Она как-то соблюдает 5-процентный отступ, а с левой и правой, чтобы вот даже если что-то и расплывалось, то белый фон. Согласен. Или там текстурка какая-нибудь. Смотри, как мы легко искусственные примеры придумали. Это потому что у нас мы на работе нормальненько не случаются, да? Так. Media queries должна знать она. Но это само собой, потому что если она, опять же, адаптивный макет верстает... Почему именно с точки зрения девочки и дизайнеры это рассматривают? Ну, мы взяли как такого, как бы, человека, который... Мы авторку взяли. Да, да. Мы как бы от авторки и смотрим, действительно. Ну, это правильно. Она даже расскажет про Google алгоритм. Надо знать, что теперь мобильный сайт нужный. Это она должна прибавку так просить. Вы слушайте это. У Google вообще-то новый алгоритм вышел. Я уже с его учетом вам дизайн делаю. Поэтому вы мне доплатите, как бабки, ты мне денег дали. Ну, кстати, кстати говоря, тебе это, опять же, даст уверенности некой. То есть ты будешь столько знать и из стольких областей... Ты уже на сеньора дизайнера будешь пробоваться. Ты уже на сеньор помидор будешь, да? Сегодня в чатике чуваки обсуждали, что какого хрена вот на сеньоров разработчиков собеседуют все равно из отдела кадров люди. Которые не шают. Да, и они, естественно, собеседуют именно по социальным навыкам. Так называемые soft skills. То есть именно как уметь себя держать, показывать. И очень часто на сеньоров разработчиков приходят сеньоры помидоры полные. Не, ну это наш знакомый с тобой Ваня. Он же рассказывал, что в принципе чувак из отдела кадров, да, он может понять по человеку, насколько он мотивирован, придя на работу, да? То есть он пришел, он как бы такой весь сеньор, но он такой унылый уже на собеседовании, что его можно уже и не брать. То есть он вроде бы хочет 200 тысяч зарплаты. Нет, я тебе могу объяснить. У него творческая импотенция. Ну, Ваня-то у него немного, так скажем, меркантильный в этом интерес, в том смысле, что он, поскольку там Project Lead Team Lead Ultra, да, ему интересно именно дрочить людей, и он видит, что уже к нему пришел состоявшийся человек, который вот свою одну задачу, которую он уже 5 лет, 10 делает, он ее делает реально круто, но он не очень flexible, не гибкий человек в команде, и вот в Ваниной команде такие люди не нужны. Ну, я согласен. Может быть в чьей-то команде, например, в Яндексе, такие люди все-таки нужны. Может быть в каком-то костяке, таком жестком, где ты должен просто свою ячейку занять, тебя отдел кадров прям с руками оторвет. Ну вот да. Ну, как бы так, слово, даже уже не помню, как мы к этому пришли. А, если ты на сеньора-дизайнера хочешь пробоваться, узнай гугл-алгоритм. JQuery plugins должен знать, должны знать. Это, тут, причем даже она говорит, что как бы это, грубо говоря, костыльки. В случае чего, по-быстрому накрутить какой-нибудь слайдер, твиттерную ленту или что-нибудь такое, можно и просто jQuery плагином. А дальше она говорит, что надо знать JavaScript. JavaScript. Да, простите. Так вот, для того, чтобы уже прям по полной понимать дом, элементы, объекты, прототипы, функции. Ну, опять же, знание JavaScript, мы сами понимаем, что тебя может из маленькой девочки-дизайнера в бородатого дяденьку Джанго программиста превратить. Согласен. Или даже в... Node.js программист. Да, ну это само собой. И мы знаем, чем такие маленькие девочки заканчиваются, которых в Node.js программирование превратил. Нет, я имею в виду, даже в мобильного разработчика тебя это может перевести. Кстати, да. Вдруг ты будешь потом какую-нибудь кордовую использовать, чтобы компилировать свою хреновину в нативное приложение. Frontend фреймворки надо знать, вот Strap UIKit Pure, где Foundation. Ну, кстати, это было раньше, чем jQuery поставить, я считаю. Потому что там-то все и jQuery есть, и все есть. Согласен, там уже и несколько jQuery плагинов есть. Ну, почему нет? Вот потому и поздно. А, ну окей. Другой, если ты не знаешь, что такое jQuery плагин, ты не поймешь полностью, 100% фронт-энд фреймворк. Хотя ты его и так не поймешь. WordPress в конце. Это самое важное для Джанго программиста бородатого. Это знать WordPress. А знаешь, почему? Потому что тебе... Дело же в Америке происходит, потому что тебе заказчик выгодит, а вот у меня у коллеги в WordPress можно всего лишь плагин поставить, и будет круто. Да, у меня коллега там продает какие-нибудь парапан, и у него все классно на WordPress. Идут деньги, парапан. А у меня на бутане не прут. Да. На 96%-но. Почему так? А у тебя на Джанго, потому что сайт, чувак. Поэтому у тебя не прет ничего. Ну, круто, круто. Ну, и она в конце говорит, где учить на эти навыки, книжечки. У них на скилл краши, естественно, курсы и туториалы, видосы. Ну, кстати, вот нашим слушателям я советую посмотреть наш подкаст просто потому, что, в принципе, сама авторка ничего так выглядит, да? Она джаз-бенд у нее еще есть. Опа. Нифренад, ты ее уже эту, что ли, открыл? Я... В смысле, не миография? Она внизу там. У меня просто... После инфографики еще куча текста, которые мы как бы практически экспромтом выдали, анализируя ее инфографику. А она-то сама, она как стикер в Телеграме еще оформлена. Ну, кстати, да. Можно прям всю команду скилл краш сделать стикеры в Телеграме и им отправить. Но у них, правда, здесь даже нету за фейсбуке, есть только за твиттерить и за... А, это ее профиль. Это ее твиттер, да, и... Понял. Джаз-бенд полный. Ну, че, перейдем к блоку Никита Бизнес, он называется. Так, так. Да, у нас здесь две темы. Первая из них с... А, кстати, обе из них с rovv.ru. Ну, как вы любите, уважаемые подписчики. Ты, причем, предыдущие, сейчас, пять минут назад, ты нашим слушателям посоветовал посмотреть подкаст. Ну, смотри. А, так ты, собственно, так и хотел. Эти-то увидят и так. Понятно, да. Точно. Ну вот, короче, тема такая. Клименко объяснил, что не следует спешить с блокировкой пиратов. Не надо терроризировать людей в кризис. Так тема звучит. Герман Клименко, советник президента, считает, что вопрос защиты авторских прав в интернете в условиях кризисной ситуации в экономике педалировать не стоит. Это прям зачитал, прям, вот цитат. Педалировать? Не надо педалировать, да. В общем, ты же помнишь, вот Герман Клименко, я так понимаю, это какой-то свежий в аппарате президента, товарищ? Он прям, ему вот Путин на... Уже в этом году, в 16-м, предложил место, и он согласился. Согласился. Ну, вот на самом деле, судя по статье, да, и по тому, что он сказал, он достаточно в теме шарит и, как бы, так скажем, смотрит вдаль. Потому что... В завтрашний день. В завтрашний день смотрит, то есть, да. Он говорит, что в условиях кризиса, как бы, конечно, да, авторские права, да, окей, это все круто, их нужно соблюдать, никто не говорит, но, как бы, не надо наседать на аудиторию из-за того, что, как бы, экономический кризис и терроризировать этими вопросами, да, именно особенно терроризировать. То есть, вот люди... Ладно, люди, да, тут вот... Подожди, вот. Отверняемся к тому, что Роскомнадзор, они же вот мы... Они тоже люди. Они тоже люди, во-первых. Во-вторых, они... Мы несколько подкастов назад обсуждали статью, в которой было сказано, что они хотят закрывать несколько прям сильно торрентов, сильных, которые прям большие, кроме Ру Трекера, там еще несколько, да? НММ, я помню, или НМН, ну, вы поняли. Ну, вот да, да, вы поняли. И вот Герман Клименко-то, походу, услышал эту тему, а, возможно, ему пираты по зоне сказали, чувак, тут такая тема, нас закрывать хотят. Нет, допустим, он может просто читать Ро и Мру. Допустим? Допустим, они все это смотрят и читают, это же, как бы, не хрен собачий сайт-то. Вот, да. И поэтому он-то все-таки смотрит в завтрашний день и говорит, что давайте не будем все-таки терроризировать людей. Ладно, окей, вы, как бы, прикрывайте раздачи. Ну, тут такого нет, но я... Что он имел в виду? Что, как бы, не надо сильно... Понятно, что не надо ослаблять это все, но и не надо зажимать сильно людей в условиях кризиса. Ты вот как сам с Клименко согласен или нет? Я с ним в других вопросах не очень согласен. Он, на самом деле, очень много на Фейсбуке всякого постит. Там есть откровенная ересь, но он ее пишет, потому что он теперь системный человек, и он просто должен поддерживать, так скажем, линию партии. Ну да. Вот. Но вот здесь я с ним полностью согласен, сейчас все плохо. И как бы и так люди уж звереют. Да. Если еще реально вот настолько все обрубать... Вот у меня батя в последний раз озверел, когда флейбуста заблокировали. Угу. Причем, понимаешь, там как дело обстоит? Там мало того, что ты когда заходишь на... Ну-ка, я вот сейчас попробую прямо здесь с вами вместе зайти. Я советую нашим слушателям посмотреть подкаст. Увидеть, что я сейчас не смогу на нее зайти. Угу. Офигеть. Только из-за Донцовой, опять же? Ну, я не знаю, из-за кого меня как бы не сообщили. Угу. Но вот, ну, Эксмо, издательство, опять же, я думаю, они это все сделают. Но через Тор, естественно, доступно. Причем, опять же, просто через Тор, если ты зайдешь, доступен домен. Но там закрыто каждый сингл. Ага. Надо зайти именно на Торовский урл, там, флейбуста бла-бла-бла точка Аниен. Угу. Там она автогенерируется еще каждый раз, этот узел. Вот. И там уже можно нормально качнуть. Но ни один батя туда не зайдет сам. Вот, в том-то и дело. Причем, это мы сейчас не то, чтобы что-то рекламируем, это просто. Угу. Даже на айпаде, где у него есть Аниен-браузер. Я причем его даже покупал. Угу. Еще чуть ли не, когда по... Сейчас же цены повысились. Когда по 33 еще было. Да, по 33 было. Но там было 66, 2 доллара. Вот. Но там почему-то скачать нельзя. А. То есть, там как бы можно серфить. Но именно даунлод в тот момент не работал. То есть, какая-то опиха или что-то у них там с сафари не коннектилось. Какая-то опиха у флейбуста там все. Да нет, я не имею в виду флейбуста, а у Аниен-браузера. А, окей. Именно его косяк был. Ты даже практически не мог правой кнопкой сохранить, а есть правая кнопка в айпаде, сохранить изображение. То есть, там реально он только вот для серфа был. Не знаю, может сейчас ситуацию улучшим. Короче, ни один батя туда не зайдет, в этом смысле. И вот он уже отзверел тогда. И если бы я ему еще сказал, что это Торрент и все это, ну он-то ничего. Не, ну знаешь, бать, ты как бы не сможешь смотреть сериалы. Да, ладно читать, он уже по обезьянам просто сидит смотрит. Но если еще и смотреть будет нельзя. Ну это вообще. Он причем смотрит во всяких онлайн сраных кинотеатрах. Причем не в платных где-то 99 рублей в месяц платишь. А там где вирусы. А там где именно куча поп-апов и прочий досвидос. Но опять же, его спасает, что он на айпадике. Ну да. И у него как бы на него не цепляется ничего. Ну, если кстати была бы симка там допустим, то могло бы чисто теоретически цепануться, подписаться на сервисы, на анекдот, на рассылку, на симку. Ну, может быть, может быть. Не знаю точно. Ну, как бы вот, в общем, нельзя этих людей злить. Да, я согласен. Это просто будет зление не только тех, кто кшает, а еще и просто многих людей. Потому что вот меня это не злит. Я все равно через Тор зашел, забрал на поприну. Скорее тех, кто не шает. Еще и мой провайдер не узнал, что я забрал. Тем более. Тем тем лучше. Ну вот такая новость, на самом деле. Напишите в комментариях, как вы относитесь к тому, что сказал Герман Клименко. Или, может быть, Ярый фанат Роскомнадзора и футболгер. Или Александр Жарова лично. Да, лично. Это руководитель, кто не помнит. Следующая тема. Приложение банка Тинькофф превращает смартфон с NFC в банковскую карту. Охренеть. Для наших слушателей добавлю, что это тоже с Роем.ру. Тоже с Роем.ру. Короче говоря, Тинькофф банк для хипстеров. Как знаешь, как нам давно сказали, что Билайн связь для хипстеров. Вот так Тинькофф банк для хипстеров. Пишите в комментариях, какая связь для хипстеров у вас в городе. Но у нас в Челябинске какая-то девочка в переходе была уверена, что Билайн. Ну да. Я так и не понял. То есть, все-таки у тебя на телефоне должен быть NFC? Ну то есть, какой-нибудь из топовых Nexus'ов или HTC-шек. Конечно, модуль NFC должен быть. Подожди, но на шестом айфоне. Ну да, но в заголовке сказано Android 4.4 и выше. Почему-то в заголовке только про Android. То есть, это странно. Ну я вангую, что Apple не дали опихи к своему NFC. Не дали. Ну только Apple Pay можно. Все. Рассказываю про Android, значит. Блин, я вот когда эту тему готовил, думал все-таки не только про Android. Ладно. Ну вот. Ну короче, можно накатить приложение, с помощью которого можно просто с помощью телефона, как обычно, осуществлять платежи. То есть, ты, во-первых, говоришь, что у тебя есть услуга бесконтактная оплата. Вводишь там код, как обычно, на покупку. И причем ты можешь задать лимит, что ты не можешь больше тысячи тратить с помощью NFC-шника. Так, так. Все, говоришь, я вот сейчас типа практически бесконтактную оплату совершаю, подтверждаю оплату кодом, потом прикасаешься телефоном к терминалу. Так. И все круто. Не все. В чем разница? Есть же, помнишь, у нас с тобой эти мастер-карды есть, которые тоже можно прикасаться. Именно карточки с NFC. Как-то они назывались MasterCard Pay Pass или просто MasterCard Pass. Ну-ну-ну. Ну какая-то у них технология. И там реально в одно касание бабки ушли. А в Тинькове касание и надо на трубке ввести код. Подтвердить, да. То есть не то, что твоей жопой прислонили случайно, в которой у тебя телефон лежит и купили за тебя там какой-нибудь футбол. Ну вот здесь, собственно, на скорине вот на этом и есть что. Типа ты движешься, сначала подключаешь услугу, подтверждаешь оплату кодом и потом прикоснитесь телефоном к терминалу. Мне просто интересно вообще, насколько сейчас популярна оплата всей этой хрени. Хотя бы в масках сити, в дефолт сити. Вот я и хотел сказать, потому что по данным Киви основные пользователи новой услуги молодые мужчины 25-35 лет, проживающие в столице. То есть до нас в Челябинске, я думаю, ну как бы мало, мало. В общем, напишите, если вы покупаете молочку и хлебушек. Да, ну кстати, терминалы-то тоже не везде с этой штукой. Чтоб ты понимал, вот есть просто терминал, в который вставляются чипованные карточки и можно магнитные проводить. А именно вот для NFC там второй терминал такой небольшой, к этому цепляющийся. И на нем прям такой сигнал, как Wi-Fi. Ну три волны такие, скажем. Три дуги, если говорить геометрическими терминами. Вот, то есть там это еще и не каждое заведение себе такой берет. Вот из наших, причем это было в Subway, я первый раз увидел. Но им, я так понимаю, просто по франшизе их выдают. Просто в Москве их начали выдавать, их везде выдают, даже там в Кыштыме. Это у нас под Челябинском райцентр, именно райцентр. А может даже и не райцентр. Ну такой, один из средних городов в области. Напишите, если вы из Кыштыма. И если у вас есть NFC, вы расплачиваете. Если у вас есть интернет, хотя бы. Там, кстати, наш провайдер тоже существует. Что, к блогу разработка? К блогу разработка, я бы даже сказал. Я как-то хотел продлить. А, продлить? Да не, ну не, я не... Не, можно, знаешь, чем продлить? Я когда услышу, что что-то там чиповано, я хотел сказать, что чиповское. Ну все. А, я думал, ты хотел сказать, что Xbox чипованный. Ну, кстати, да. Или что-то прошиво на... Прошиво. 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 Уинс, это хорошо, да. Мне кажется, Xbox был прошитый, а Wii, Nintendo Wii чипованный. Но это еще в годы, 2005-2006, когда я консолями... Именно Next Generation консоли. Сейчас ты уже второй Next Generation. Да, да. Не знаю, как они должны делать. Верните, мой 2007-й, короче. Да, я же с розовой челкой, с пурпурной должен сидеть. Если бы перископ работал, увидели. Новость из блока разработки. Все писали в комментариях, прям сильно расширить блок разработка. И мы взяли Криса Куэра и просто... И просто и расширили. Он же такой, на нем напоминаю, на его пузе три столпа дизайна. Да, да, да. Так вот. И здесь у него на CSS Tricks написано, опять же, про Office Hours, вот эта штуковина, где он выходит в эфир и отвечает на вопросы. И там он про Flexbox говорит. Угу. 18-й, кстати, сегодня, вот мы записываемся 18-й, вы-то нас 19-го слушали. Но он по Eastern. Да, согласен. Пять вечера по Eastern. Это, возможно, уже в Хабаровске уже будет с середины 19-го дня. Или даже в... С середины 19-го века, возможно, в Хабаровске наступит. Да, Specificity Battle. Короче говоря, мы здесь поговорим про битву за специфичность. Специфичность – это такое число в CSS, которое присваивается к конкретному правилу. И чем больше специфичность, тем это правило более приоритетное для браузера. Ну и здесь 19 способов перезаписать background color. Я причем позволю себе это открыть в храме. Знаешь почему? Потому что последние там 3-4 способа в Safari не работают. Даже в Safari 9.1, про который мы будем сегодня еще говорить, который у меня же и накатан. Ну вот так вот. Прямо мне стыдно, но я ничего не могу с собой поделать. Ну слушай, тема-то крутая. Почему? Потому что здесь, я так понимаю, такие трюки небольшие, да? Ну, tips. Да, tips, tricks. То есть, короче, все как надо. Ну, он и автор, собственно. Несмотря на то, что он пишет, что он, грубо говоря, взял CodePen Франциско Диаса. Причем, Франциско Диас – это не хрен с горы, а один из разработчиков HubSpot. Вау. Это ресурс, в котором чуть ли не… Я не знаю. Платформа для маркетинга, короче. Хорошо, ну ладно. Я, знаешь, я никогда вот эти экономические, биржевые дела не понимаю. Там столько всяких инструментов, чтобы там портфель свой собирать, там, размещать свои бабки в чем-то. У меня их нет, так и не было, поэтому мне это все неинтересно. Так вот, 19 способов перезаписать бэкграунд кавер. Так. Мы здесь вот проскроем до CodePen. Вот этот вот красный, да-да-да. И лишь разметка, единственное, что у нас есть, это див-див. Просто див. И мы ему придали свойства с помощью ClipPath. Короче говоря, SVGPath. Там нарисованный шпион. Просто чувак. Просто вот тупо чувак. Вижу. Проскролли, да следует. Ну, как бы сделай. Все. Чувак с бэкграундом Black. Все. Причем чувак на CSS и нарисованный, опять же, с помощью этого. Полп Лайген. У нас есть, кстати, видос про ClipPath. Я здесь даже не забуду добавить ссылочку в правом верхнем углу. Обратите внимание, нам кто-то писал в комментариях, типа, чуваки, вы забыли добавить. Я отвечал, я не забыл. Просто они ожидали все аннотацию, которые прям на грязь экран. Нажмите сюда. Да-да. А у нас нет, у нас интеллигентно в правом углу. Подсказочка, да. Причем, а ну почему еще я это использую? Во-первых, YouTube это рекомендую. А во-вторых, потому что на мобилах оно есть, а аннотации нет на мобилах. Так что да. В общем, первый способ это написать бэкграунд Black для дива. То есть стандартный селектор по тегу. Окей. Следующий способ это боди див. То есть, грубо говоря, сделать родительский еще селектор, и у этого специфичность будет больше. Если проскроллить в самый низ, то у просто див бэкграунд Black специфичность 1. Там еще разрядность, так скажем, ну как бы 4 типа. И я буду для простоты говорить 1, и если будет на месте второго нолика, я буду говорить 10. Ну как бы, ну так проще воспринимать и на слух, и чтобы вообще осознать. Так вот, боди див, специфичность 2. То есть, грубо говоря, 2 html тега, и ну как бы плюс 1 будет плюс 1. И следующий способ, видишь, и они на этой демке перезаписывают туда-сюда. Я вижу, да. Чтобы наглядно было. И третий, html боди див. То есть бэкграунд Black, и специфичность, как вы уже догадались, 3. А такой вопрос на хрена? Просто. Это, грубо говоря, чтобы мы сразу импотентами не бодлили. И просто, ну чем лучше ты понимаешь специфичность, тем на самом деле ты больше CSS-ниндзя. Ты как бы иерархичность понимаешь. Чо кого кроет, как кобылу. Да, как кобылу, и как джокер, я хотел сказать. Но кобылу лучше, да. То есть у него и в CodePenny, и у Криса Койера здесь есть пояснение. Мы добавили еще один селектор html. Мы достигли вершины дома. И сделали, соответственно, специфичность 3. Я не знаю, вот эта специфичность, она где-то задокументирована. Ну, наверняка задокументирована. То есть в V3C стандарте. Я не знаю, как сами в браузере написаны. У них вот в числовом это значение хранится. Или как-то тоже через запяток, как массив из четырех специфичностей. Не знаю. Но напишите в комментариях, если вдруг вы знаете. Ну, что-то я в этом сомневаюсь. Так вот, следующий, так скажем, пример. Это классовый селектор. Мы добавили диву класс спай. И он уже кроет даже html body div. То есть класс сильнее любых дом элементов? Класс сильнее любых, да. Можно же зачинить 10 html элементов. Ну, грубо говоря, html body div 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 u li a span. Но класс все это дерьмо бы все равно перезаписал. То есть это... На порядок выше просто. Да, ну на порядок. То есть, как это говорить, не 10, а 1 вот второго порядка. Единичка второго порядка. Ну, естественно, div spy. То есть уточнить, что именно div класса spy. Допустим, мы класс spy можем и спану присвоить. Ага. Так вот, если div spy, то опять повыше будет специфичность. Причем повыше 1.1. То есть это... За то, что мы добавили именно html элемент, специфичность увеличилась на 1 первого порядка. Прямо тут уже... Услушатели, вот услушатели, у них вскипает немного сейчас мозги, я думаю. И я думаю, среди тех, кто на ютюбе, ну на ютюбе вряд ли пишут слушатели, пишут комментарии побольше про разработку, нет услушателей. Потому что они сейчас едут в метро, и у них медленно, ну так рука сползает с подлокотника, на толстую тетку какую-нибудь опирается, спят уже. Ну да, но едут дальше. Не, может быть, едут в Bentley в своем и немножко поддремывают на заднем сиденье. Да, да, на двух... А, ну на заднем. А если на перемене, на 250 км в час уже чуть-чуть их ведется, две полосы в другую. Так вот, и потом добавляют псевдо-класс only of type. Тоже div.spy, двоеточие, only of type. И он перезаписывает просто div.spy, only of type, чтобы вы понимали, это если есть только один div класса спай в этом месте, то only of type срабатывает. В этом документе, да? Я так думаю, что в документе всем, но есть возможность, что именно в этом родительском узле. То есть, если вот в div-листинг есть один спай, к нему сработает. А если во втором div-листинг есть спай, то к нему тоже сработает, потому что именно в том элементе он only of type. То есть, это именно в родительском срабатывает. И специфичность у этого второго порядка опять добавляется. Короче, 2-1. Это в only of type, да? Да, да. То есть, у него классовая специфичность, это один у второго порядка. Псевдо, это еще два у второго порядка. И однерочка сохраняется за то, что div. Было бы очень круто, если бы эта специфичность была в самом code-P не написана, мне бы не приходилось скроллить. Каждый раз как дураку. Потому что я-то сейчас скроллю. А, я-то просто стою на месте и переключаю. Нет, я переключать переключаю. А именно, где я говорю специфичность, я же ее не из башки беру. Ну, понимаю, да. Так вот, следующее, спай, 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 кучу спаев вряд написали, много классов. То есть, класс в классе, так скажем. Да. И оно на самом деле, ну вот здесь раз-два, не буду считать, условно 15 спаев получилось. Вот сколько спаев, столько и специфичность второго порядка число. То есть, вот здесь перескорено показывает бесконечность. То есть, мы можем добавлять хоть 14 спаев black, а 15 white. Сработает только последнее, и у любых класса спа элементов будет white. Так. Ну, то есть, вот этот седьмой шаг я никогда не использовал. То есть, я часто использовал, вот все, что здесь пока было, я использовал, только я вместо only of type, я использовал и first child, и first of type. У них у всех одинаковая специфичность. Ну, как бы у второго порядка единичка добавится. То есть, любой псевдоклассовый селектор. Просто знаешь, в чем сложность этого использования? Ты можешь запутаться, когда у тебя, ты начинаешь вот именно с этими слоями, так скажем, играться, будем называть их слоями. То есть, ты знаешь, что у тебя много спаев, да, это самый высокий, ну, по приоритету. И один спай, это, ну, чуть пониже, но ты начинаешь играться, как бы. Ну, да, само собой, что сейчас любители Бэма, смэкс или других CSS-методологий, про них, кстати, тоже есть видос, скажут, что специфичностью вот так вот погонять, так скажем, это не очень хороший кейс, потому что какие-то сложные логики, лучше просто классовой специфичностью перезаписывать, так оно и надежнее, и воспринимается, главное, прочее. Ты новый класс создал просто. Причем даже не тобою, хотя и тобою тоже, особенно если ты через две недели пришел тот же код смотреть, но и другими разработчиками в твоей команде, той самой девочкой-дизайнером, которая только выучила еще классы, у нее вот это only of type, у нее вызовет просто... У нее бомбанет сразу. Да, лайк за то, что бомбанула. Надеюсь... Привет, Дмитрию Бойко, которые все время пишут, и надеюсь, у меня бомбанет этот просмотр. Так вот, шаг номер восемь, селектор по ID. Здесь прям вжаривает, мы добавляем ID спай, и у него специфичность уже третьего порядка. То есть, хоть ты усысь и добавь 15 классов спай, ID все равно перезапишем. Возможно, именно поэтому адепты бэмов и смексов не любят, когда ID переставают классы, потому что они не могут 15 классом через черточку спай, нижнее подчеркивание white, средняя там палочка black перезаписать вот это вот все. Ну и на самом деле, да, то есть для ID-шников вот в смексе обычно только лояут стиле добавляют, то есть сколько там ширина, какой флот и так далее. То есть именно, чтобы блоки раскидать. Я согласен, по ID-шникам писать еще вот цвета, это вообще тупо. Это прям, ну это просто очень плохая практика. Дурной тон. Очень плохая музыка. Но у нее специфичность третьего порядка 1, то есть 100, условно говоря, если читать как бы 0,1,0,0. Так вот, а если ID-шник с атрибутом еще, то есть, допустим, атрибутные селекторы, чтобы вы понимали, это не обязательно класс, спай, можно использовать и URL, например, или href, то есть, допустим, я часто использовал такие правила, A класса social, у которой href включает в себя слово Twitter. Я у такой ссылки перед ней псевдоэлементом добавляю иконочку Twitter. Я это делаю прямо в CSS и перезаписываю, соответственно, по специфичности, с просто ссылку класса social, вот той самой. И это тоже специфичность второго уровня, как и просто класс. То есть, атрибутивный селектор, чтобы вы понимали, специфичность второго уровня. Но если ее добавить к ID-шнику, то она бьет простой IB-шник. Ну, ID-шник. Играет его, естественно. Так, десятый шаг, это добавляем кучу всяких. То есть, здесь у него HTML, body div, с ID-шником Spice, с классом Spice, first of type, и еще Spice добавить. И там будет, естественно, просто сложить по, ну, грубо говоря, один третьего порядка, три второго порядка, три первого порядка специфичности. То есть, 133, если просто... То есть, в принципе, вот эту хрень пишешь, ты можешь математически вычислить, насколько она будет по высоте. Да, да. То есть, это важно знать. И в книжках, которые мы выкладываем по воскресеньям, ариливских, я выкладываю в том числе CSS-ные книжки от Эрика Майера, которые теперь... Вместо того, чтобы писать один толстый CSS-дефинитив гайд, он выпускает главы каждую книжку. А потом... Чтоб денег больше заработал. Ну, я сейчас скажу, кстати, про модель монетизации. Да, во-первых, это. А во-вторых, чтоб не ждали люди. Он же для людей старается. Ну да, да. Хотя, да. Вспоминая этого рыжего человека в очках, вряд ли он старается для людей. Хотя у него дочь умерла от рака. Нельзя. Нельзя. Ну так вот. То есть, он... Вообще потом все эти книги, когда они выйдут, объединят CSS-дефинитив гайд, и вот тот, кто купил все эти книги, ему CSS-дефинитив гайд дадут бесплатно. Арили. Понятно. Так вот. То есть, если их комбинировать, то просто математически вы можете просчитать, чё как. И тут вступает в ход, так скажем, приём, который любят верстальщики и писем. Писик. Да. Добавить инлайновый стайл атрибут, в который прописать background black. Ага. Вот он бьёт любое дерьмо. Любые айдишники, хренишники, всё, что вы совместили, потому что у него специфичность четвёртого уровня, единичка становится. Ага. То есть, тысячи, грубо говоря. Охренеть. Причём, вот мы сейчас, кстати, с тобой это смотрим, можно было бы через один подкаст, пишите в комментариях, если вам понравилась эта идея, рассмотреть также про позиции и Z-индексы. Ага. Вот там Z-индекс, у него примерно такая же хитрая математика, в зависимости от того, насколько он выше по дому находится. То есть, грубо говоря, если просто напрямую в ботике лежит элемент, у него Z-индекс уже априори, там, допустим, тысяча, условно говоря. И если тебе, чтобы у 15, этого вложенного узла сделать Z-индекс больше того, который просто в ботике лежит, реально написать 99, 999, и дает, чтобы тупо перезаписать. Перекрыть, понятно. То есть, там математика ещё более задротная и про неё Крис Куэр, по-моему, уже писал. Так, отлично. Ну, так вот, следующий шаг импотент, наш любимый. Ну, это все знают. Да, и он перезаписывает даже то, что в style тег написано. Я причём сейчас не ожидал, но есть и круче, чем импотент. Там дальше будет. Они уже, кстати, в сафари не работают. Хайкот, есть сначала просто импотент, а есть импотент, который уже в style вписан. Вот тот бьёт даже обычный импотент. И, чтобы вы понимали, тут как бы уже даже говорить о порядке сложно. То есть, это типа ещё больше, чем четвёртого порядка, ещё и по каждому свойству. Я, кстати, не знал, что если вставил ещё дописать, то это будет круче, чем просто написать в CSS. Вот будет, да. Офигеть. То есть, можно импотентом импотент бить. Вкрыть, да. Охренеть. Вот такое. И видишь, у него типа бесконечность уже. То есть, если импотент прям в style вписан, то тебе только джаваскриптом это вырезать, как даже топором не вырубить. Нет, ну смотри, дальше-то тоже есть, как бы. Ну, дальше это уже не напрямую CSS-специфичность, а это уже хаки. Ну, согласен. Потому что это уже браузер математически не высчитывает, работает в Safari, я что-то наговариваю. Box shadow внутреннюю сделать 9001 рем. То есть, охрененное большое размытие. Да, то есть, тень, и она, чтобы, она, ну нет, ладно, мне кажется, у меня настолько долго, мы вечером записываем, сидел за компьютером, что мне уже кажется, что белый какой-то не белый, а синий. Ну, ладно, нет, это реально мне кажется. Знаешь, в чем суть? А мне интересно, если я создам, допустим, 100 тысяч элементов таких вот на странице, будешь тормозить все нахрен. Да, просто вспомни один из наших проектов молодости, там, года 2011, когда мы у всего контейнера, который тоже вот, ну, как вот у CodePen, вот это, сделали большую теньку, которая прям реально давала тень на весь сайт. Да, 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 противно смотрится, кстати. Тогда нам казалось, что это прикольно. Ну, да. И, да, и это и было прикольно. Нет, я согласен, да, тогда это было вообще круто. Но, именно заблюренная тенька, когда, камочку сделать черную, как и на памятнике, это можно. Но, именно когда блюр, он высчитывает, и при скроллинге все лагает жутко. Поэтому, этот хак, он такой, надо смотреть на производительность аккуратно. Ну, и, то есть, чтобы вы понимали, здесь уже вот этот белый, или, да, белый, он поверх черного, тут два слоя, слоя, два слоя уже фактически на конве браузер отрисовал. Следующее, WebKit Filter Invert, инвертировать. Охренеть. То есть, он уже инвертирует любое нарисованное. То есть, грубо говоря, есть просто черный, потом есть белая тенька, и у этой белой теньки перевернутая. То есть, переворачивает этот фильтр то, что последнее отрисовано. Ну, это, я считаю, не очень практично, потому что, надо будет угадывать. Ты хочешь другой цвет, ты хочешь не черный-белый, а красный. Ну, да, какая разница? Он же, ааа, как ты инвертируешь? Да, да. То есть, это такой грязный хак был. Ну, может быть, инверт не один, а если ты высчитаешь математически, 0,75, от белого, как красный получить? Ну, мне тогда дадут Нобелевскую, я откажусь по математикам, и все. Как это кажется? Нет, скорее, это будет оттенки серого все-таки. А, кстати, да. Я вот не знаю, можно ли здесь как-то позволить себе это отредактировать? Да ладно, не будем долго. CodePen прям отредактировать и посмотреть не буду. Ну, да, тут же, понимаешь, но это же уже просто для того, чтобы вот было. Чтобы написать статью 19 ways. Это мы только на 15-м еще, внимание. Я понимаю. 16-й способ добавить псевдоэлемент. Причем у меня в хроме он в угол сполз. У тебя тоже? Да, у меня тоже. А на сафари он в угол не сползал. Ну-ка, я сейчас прям даже позволю себе долистать здесь до 16. Я не уверен, что хотели, чтобы сползал. WebKit Filter Invert в Safari 9.1 уже не работает. Так. Но псевдоэлемент на 16-м в сафари по центру. А сам человечек какого цвета? Белый. Ну, все, понятно. То есть, грубо говоря... Соответствует, претендуешь соответствует. Хотя, опять же, здесь бэкграунд black, почему-то у див-автора. В смысле? Ну, хотя бы, по счету должен быть white. Ну, напоминаю, здесь-то он просто пишет же это. То есть, у него в сасе-то может быть white, а тут он уже просто это, сам запутался. Кто там, как автора зовут Франциско Диас? Вот Франциско запутался уже. Ну, короче, белый стал опять. То есть, если псевдоэлемент, и псевдоэлемент, опять же, как кобыла, покрывает абсолютно весь этот. То есть, у него 9 тысяч, 9 тысяч высота и ширина. Это вот у него вот этот вот чувачок. Так, дальше идем в следующий шаг. А есть еще шаги. А есть еще шаг. У этого псевдоэлемента бэкграунд импотентом перезаписать. Ну, это все. Блин, причем, тут как-то так жирным выделено, что прям уже и в космосе. Импотент again, but really, this is a trick we've already seen. 18 способ анимацию сделать сразу начинать с другого цвета. То есть, причем, именно to. Одна секунда линейно запаузена и на минус одну секунду отмотана. Это просто последний кадр анимации и это перекрашено. Вот если вы так сделаете, девочка дизайнер, да? Да, она уже точно перестанет, причем это все для псевдоэлемента еще сделала. Она точно перестанет понимать, какого хрена происходит в вашем теле. Согласен. Она только слово селектор еще выучила. Я знаешь, что боюсь, что какой-нибудь генератор, автоматический генератор дизайна вот такие хрени лепит. Ну, Adobe Muse, они пошли дальше, как фьюршиллер, и они до 19, возможно, автор именно оттуда и взял все это способно. Кстати, да. Если ты там просто 19 раз подряд будешь перекрашивать, он каждый раз будет вот это вот наслаивать туда-сюда. Он разработчик движка Adobe Muse. Да, да. И вот еще в конце контент есть. И сделать контент квадратик из Unicode символ, этот квадратик сделать размером 9000 пикселей, его еще, грубо говоря, замостить поверх этого дерьма. Я уверен, что чувак по фану уже заканчивал вот эти шаги последние. Это уже просто... Возможно, он еще очень долго сидел, и он сейчас второй том пишет по Гоголю, но возможно, 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 сожжет, потому что там он еще максимум один-два способа выдает из себя. Там дальше это прикольчик в последнем шаге. А, да? Да, если переключаешь, там просто уже гифочка, и какие-то вот эти герои, которые... А, ну да, да. Который с нами шел вот этот герой весь, он оказывается есть на гифочке. Так это, то есть, видимо, какой-то мультфильм, где он постоянно то белый, то черный. Видимо, да. шпион, он, видимо, маскируется. Ну, это American какой-нибудь спай. Причем, это, возможно, из старых американских реально мультик. Если не видишь, еще черно-белый. Ну, короче, мы прониклись атмосферой всего. Да, это было реально круто. Вот, пишите в комментариях, если вас такие темы про разработку тоже устраивают. Это, это причем был Battle. Да, это был, это был Battle for Specificity. Specificity. Давай еще дальше про Specificity, про Spy. Причем, гифку-то, он тоже же добавил в автор все в Деэлемент. Он везде за дисплей нонил предыдущие все анимации и гифку поверх наложил через background image gif. Ну, это все. Технически это 20-й способ еще просто гифку запилить после поверх этого всего. Ну, да. Прикольная штука. А дальше мы переходим к насущному. Сегодня, кстати, еще будут такие зубодробительные темы про разработку, поэтому не переключайтесь. Если вы в метро сейчас просыпаетесь, вы еще поспите, не волнуйтесь. Так вот, а сейчас про Safari 9.1. Мы здесь очень много шутили, и не только мы, и не только здесь, про то, что Apple выпускает один браузер в год. Вот на WWDC у них новая версия OS X выходит, и там они обновляют свой Safari. Причем даже у некоторых пуканы отлетались из-за этого. Да, просто что вы что так медленно имплементируете фичи, видели Chrome, как быстро все делает, а вы... Ну, если Safari еще на Chrome начнут ориентироваться, то мы тогда ничего нового, другого в осеньке-то не увидим, потому что, жольте по всему, людей у них мало работает. Ну, так вот, Safari 9.1, внимание, наконец-то, а я покажу нашим зрителям, слушателям, посмотрите подкаст, тут я показываю, что у меня реально Safari 9.1, то есть у меня все бетки накатываются как надо. То есть у тебя свежак? У меня прям вообще свежие яблочки, ну, вы знаете. Так вот, первый пункт это Picture Element, наконец-то поддерживается Picture Element, который уже даже в WordPress включили, который тоже... В Word уже включили. Да, уже в Outlook скоро включили. В Word Art. Да, в Safari 9.1 только еще доехала. Так. Вот, ну, в котором можно responsive images, несколько размерные картинки добавлять. Ну, повторюсь, помнишь, мы с тобой рассматривали, что в WordPress 4.4 это добавили, я хотел на Safari показать, а на Safari-то не работает. Теперь можешь. Теперь могу. Давайте прям попробуем смертельный номер. Я вот на примере новости с WP Tavern. Так, барабанная друг. Да, так. Сейчас я посмотрю, есть у них тут скрины или нет. Да, есть, к счастью. Так, сейчас я инспектор элементов работает, все еще нормально. Так вот, здесь как раз у них или какая-то... Че там такое? У них SRC set и это другой спек Responsive Images, если угодно. И вот он-то как раз не сделал. И вот он-то, по-моему, все еще не работает. Ну, показал, нормально. Ну, короче, да, это была реклама Safari 9.1, не очень удачная, да? Ну, ладно, пойдем дальше. В Web Inspector добавили таймлайны, наконец, которые в Google Chrome были миллион раз, уже миллион лет. Шкала времени, можно перезагрузить страницы, посмотреть, как быстро что грузится. Это прикольная тема, кстати. У меня вот, чтобы ты понял, ping с developer.apple.com 4 секунды. Так долго, так далеко сервера находятся от Челябинска. И, грубо говоря, критический рендеринг пасс 6.30. 6.5 секунд страницы открываются. Охренеть. Нам что-то еще говорят, что сайт тормознутый. Ну, да. Ну, Короче, блин, у меня еще и страница сейчас вылетела. Неожиданное завершение работы программы Safari. Нормально. Это все реклама, но это бета-релиз. То есть, как бы, ну, очевидно, что они что-то, они доделают. Бета-релиз. Бета-релиз. Блин. Так вот, что еще я заметил, и причем мне это не понравилось. Стили, стили, теперь вот, когда мы смотрим в стиле, всегда я раньше мог посмотреть компьютер. Именно какие-то стили уже применены, и там была просто вкладочка. Так. А теперь это, блин, сраный нахрен селект. Я вот тебе сейчас покажу. И надо вот так нажать, и вот так выбрать компьютер. Ага. И это, блин, хуже, чем здесь одно нажатие, потому что теперь это два нажатия. И это полное дерьмо. Там видишь, просто, видимо, добавили что-то еще. Ну там... Или нет? Или просто они туда поместили все? Да, не знаю, просто говно. Я не помню, как было, честно скажу. Не помню. Но теперь так, и с этим придется смириться. В Watch Expressions для дебаггинга JavaScript есть scope chain. Понятно, что, где находится, какие переменные, где объявлены, какие у них теперь есть значения. Ну, короче говоря, дебаггер JavaScript стал нормальным. А вот эти Visual Tools для стилей, они типа помогают. Угу. Причем, ну, ладно, сейчас тебе покажу. Типа или помогают? сейчас тебе покажу, какие помогают. Там немного другое. Visual. Есть вот такой способ. Угу. И у него ты можешь прямо вот здесь выбрать макет. Угу. У него выбрать отступ. И вот так вот, грубо говоря, в визуальном режиме задать отступ. Это марджины. В пикселях, в ремах, в емах, какое значение и так далее. Понял. То есть ты, грубо говоря, можешь верстать мышкой. Вау. Если угодно. Flexbox тут даже есть. Ты понимаешь? Ты можешь Flexbox с селектами выбрать. Подожди, я это должен делать на какой странице вообще? На чистой, на чистейшей верстать мышкой? Или просто я могу? Ты просто именно как бы в инспекторе элементов посмотрел, что тебе надо изменить. Вот добавил здесь. Че я здесь добавлю? Число. 15 я напишу. И вот он, видишь, стайл, прописал order 15. И я потом, когда здесь все закончил, меня все устраивает, я вот отсюда скопировал и к себе туда утянул. Понятно. Есть чуваки, которые на локалке вот это делают, потом делают control-s, command-s, и у них сохраняет именно стайл. Но это надо сильно сколдовать с браузерами, я такое не делаю. Понятно. Я себе такое не позволяю. То есть, короче, люди, которые боятся запускать sublime text или brackets. Да, видимо. Короче говоря, у них тут теперь в Safari есть вот эта визуальная штука. Напишите в комментариях, если она есть в Chrome. Сейчас скажу, не знаю. Так. Так вот. Кроме этого, псевд... Ааа, самое, блин, вот за это я прям им памятник бы поставил. Теперь показываются псевдоэлементы. Я не знаю, блин, как у них на сайте такие есть или нет. Ну, конечно, попробую control... Control F. Блин, непонятно. Короче, в Chrome вот есть у тебя article, и ты у него before-after объявил. И в Chrome они прям показываются. Before перед всеми элементами такие, двоеточие, before, и ты на него можешь нажать и посмотреть именно свойства before-а все. Так. Ну, короче, в Chrome уже это давно есть. Safari этого не было. Ты не мог никак посмотреть свойства before-а, кроме как sublime текст и brackets. Теперь, короче, как в Chrome сделали, молодцы. Вот за это вообще респектуха полная. А, кстати, есть screen, который не открывается. Я тебе сейчас приближу screen. Здесь вот так вот двои точечками есть теперь before и after. Ага. И ты можешь именно вот тут, именно у before уже все менять, там туда-сюда. Понятно. Блин, это круто. То есть этого не было, и это, это было реально, вот мы в чатике иногда, когда холиварили, когда не хрен делать, в Safari весь их ром. То есть заведомо как бы глупый холивар, но когда не хрен делать, повторюсь. Мы, вот, вот, вот это реально то, что я сам говорю, что в Safari говно. Вот теперь не говно. Viewport changes. Короче, рассказываю, в, как это у нас называется, OS X, вот так вот, OS X, есть режим, я так тебе напомню, full screen. Так. И можно добавить несколько приложений full screen к себе. То есть я вот сейчас добавлю BitTrend и Safari, блин, BitTrend и Safari нет. iTunes и Safari добавлю. И что ты хочешь сделать? Чего-то почему-то не делается. Подожди, сейчас. Это все реклама, OS X. Да, причем опять же, такая реклама-то. Блин. Ну, почему-то iTunes и Safari не спариваются, full screen. Не, ведь надо какие-то два ресайзящихся. В общем, неважно. Для тега Viewport, мета тега, добавили свойство shrink to fit no. И, короче говоря, там немного искажается контент, когда ты вот так именно в full screen делаешь пополам два приложения, вот это можно избежать. Вау. Кроме этого, есть жесты для OS X. Именно ивенты джаваскриптовые. Когда ты pinch to zoom, короче, расширяешь пальцами, на ios это ловится, именно что ты это делаешь, а тут magic трекпад не ловил, теперь ловит. Супер. И fast tap on iOS, то есть, когда ты на ios быстро тапнул, у тебя не будет вот этого, знаешь, мерцания по ссылке сначала, только потом открывания. Вот этот 350 миллисекунд задержка, она реально многих бесит, и на стек оверфлоу можно найти много рецептов, как от этого избавиться. И вот, да, можно от этого избавиться, теперь и на OS X тоже, если вы используете просто тап по трекпаду. Я вот терпеть не могу, я люблю именно жать на него. Я согласен с тобой. Кроме этого, есть улучшение для WebGL, там он рендерит что-то круто. Можно дебажить то, что от рендерина, extension для JavaScript, WebGL, видимо, какой-то WebGL дебаг-рендерер. Я на WebGL не пишу, понятия не имею. Но Safari теперь поддерживает их дебаггер какой-то нормальный, нативный. Так. Image Smooth Smoothing Quality for Canvas Rendering. Когда на конве добавляешь картинки, она теперь более сглаженная. Можно устанавливать Image Smooth Quality с Medium на High. Отлично. Диалоги. Теперь вот эти диалоги, которые Alert и так далее, они не такие кондовые, как раньше были они как в Chrome. Сейчас я попробую инициировать один. Alert. Я сделал Alert. Ты думаешь, Alert и в Chrome не кондовые, да? Ну, они какие-то, там хотя бы просто прикольчик. И тут он теперь, видишь, вот так, с верстами просто беленький. А, ну понял. А до этого-то прям были практически кнопки, которые лизнуть хотелось. ОСТНные. Я помню. А здесь оно вебное такое, более или менее. То есть вот в Chrome оно тоже вебное вот такое. А тут прям реально были объемные кнопки, но как-то... Блин, мне опять вылетел с Safari. Именно эта страница вылетает. Да. Кроме этого, CSS улучшения, CSS переменные наконец-то поддерживаются. Но они говно, честно скажу. То есть сасовские переменные значительно лучше, но просто как бы Safari реально шагает в ногу со временем. Ну и тут всякие значения round и space для border image repeat. Но я не буду все перечислять. Хотя ладно, одно перечислили. All. Есть такое свойство All. И просто всем свойствам установить initial. То есть для всех свойств, которых работает initial, то есть для color, для background, установить initial и оно будет именно то, которое изначально для этого элемента давалось. Ну тут всякие свойства will change оптимизирует теперь тоже в Safari, как и в Chrome. Понимает браузер чо рендерит, грубо говоря. Ну там это для улучшения производительности. И всякие там трансформы более круто оптимизируются и фильтры. Технически это приведет еще и к тому, что у меня сайты начнут плавнее работать, потому что Safari очень много чего лагает. Так. Теперь не будет. Это прикольно. Кстати, фильтр теперь поддерживается без префикса WebKit. Просто фильтр. Подожди, а когда, собственно, ты говоришь это бетка, да? Это бетка, да. То есть когда-то 9.1 все-таки поступит. 9.1 поступит тогда же, когда поступит OS X10 10.11.3. Вот сейчас была первая бета 10.11.3. И вот когда будет релиз, то есть день на феврале. Там они не очень долго их тестируют, месяц-два. Понятно. А это, кстати, не очень долго. То есть в год выходит где-то три минорных релиза там как сейчас El Capitan называется, да? Я уже даже это не помню. Вот три микро-релиза El Capitan минорных выходит, вот третий это будет фуф. Выдыхай, передаю слово Никите. Отлично. Пойдем даже к соцкам. К соцкам любимым. Да, соцки любимые. Twitter Gaming. Вообще сейчас расслабимся вот по полной. Просто слабуха. Все, кто лежит в ваннах, можете наливать шампанское второй бокал. Прям ванну отливать еще ванну. Да. Twitter получил раздел по геймингу. На самом деле, вот кто бы думал сейчас мы какую-то хрень несем с тобой. Что за Twitter получил раздел по геймингу? Как бы это относилось вообще в принципе к нашему? Вот я честно скажу, эту тему Никита сам бросил в Telegram. Я вот практически он бросил чуть ли не во вторник предыдущий. Да. Я всю неделю ждал, блин, что же он расскажет. Я прочитал статью, нихрена не понял. Сейчас будем вместе понимать. Сейчас будем вместе разбираться. Во-первых, это для наших слушателей, которые, знаешь, занимаются SMM немножко. Маленько. Social Media Marketing. они должны быть в теме, по крайней мере, что там Twitter, какие у него официальные аккаунты, и вообще, как вести правильно Twitter. Вот я считаю, Twitter Gaming очень правильно ведется от Twitter, а это официальный как бы Twitter, именно аккаунт Twitter, который предназначен для всяких штук, связанных с играми. В статье просто чуваки говорят, что, блин, ну, как бы у YouTube уже YouTube Gaming есть, хотя это как бы стриминговая тема. А расскажешь ты нам сейчас про YouTube Gaming? Может быть, не так подробно, как ты мне перед подготовкой рассказывал, но хотя бы чуть-чуть. Ну, то есть, YouTube Gaming это как бы рыба, которая отхалывает большой кусок от твича, от рыбы твича. Скорее, маленький кусочек. Ну, да, скорее, маленький кусочек, но, как тебе сказать, видишь, они думали, что это будет большой кусочек, потому что на YouTube очень много льют видосов с играми. Ну, да, согласен. Типа, летсплей, а теперь все легко, ты просто берешь и там снимаешь, и видосы сразу туда попадают, ничего не надо париться, перезаливать, ничего не надо. А не позаботились о том, что Open Broadcaster поддерживает YouTube Gaming, чтобы ты просто галочку перепоставил, или вот NVIDIA Shadow Play, который сейчас называется NVIDIA Share, там можно просто включить, кнопку Twitch нажать, ввести свой аккаунт, и автоматически у тебя все пошло. Вот кнопку YouTube Gaming я там что-то не видел. Ну, кстати, я сейчас не готов, но, возможно, в OBS-е, в OBS-е, возможно, добавили, это же как бы open-source на охрене. И, возможно, чуваки... Да, я согласен, что там хотя бы из YouTube Gaming чуваки поу-реквест отправили. Да, да. Их, может быть, оборжали и не приняли этот поу-реквест. Такое может быть. Ну да. Ну да. Ну вот. И, в общем, короче, этот YouTube Gaming, кто-то там что-то там стримит, возможно, даже деньги зарабатывает. Может быть, кто-то успел ворваться, один из русских, там, каких-нибудь топовых чуваков, типа Мэдисона, опять же, которого мы обсуждали за кадром. Будем говорить, это маргинальный кусок. Да, но это вообще маргинально. Такой. И вот тут Twitter, с какими-то, как сказать, даже не брендами, как он здесь пишет, типа, что будут комьюнити, пиариться бренды, чуваки будут деньги засылать практически в Twitter Gaming. Нет. Это достаточно фановая хрень, просто чтобы привлечь еще больше людей в Twitter, во-первых, играющих, чтобы они больше сидели, шкалоты привлечь больше. Так. Вот. И просто, ну как бы, достаточно развлекательная хрень, потому что, да, они репостят популярных чуваков, там вот есть в ленте PewDiePie, там есть в ленте у них, и там всякие Coca-Cola eSports, вот такое. То есть по факту это остается просто Twitter аккаунт, в котором просто твиты твитятся, и да. Но вообще, я уверен, что если вы напишите какой-нибудь твит, очень, допустим, смешной, грубо говоря, он будет на английском, это второе, вот, и он будет какой-нибудь там про игры, и вас случайно репостит какой-нибудь чувак про, опять же PewDiePie, случайно, да, то Twitter Gaming вас тоже репостит. Мне кажется, можно прямо, вот допустим, вы придумали смешной мем про Fallout 4. Допустим. Или что там сейчас еще новее прикольно. Ну или там, ну да, грубо говоря. Допустим, там, или Black Ops 5 50. Про Майнкра. Ну да, про Майнкра всегда актуальнее. Так вот. И реально он прикольный на английском будет, вы mentionите Twitter Gaming, есть, в принципе, наверное, довольно-таки крупный шанс, что они вас репостят, просто потому, что как вещи они круто работают с комьюнити. Ну да, да. То есть я пытаюсь сейчас попасть на Twitter Gaming, и у меня что-то инет отвалился. у тебя нормально работает? я попал на Twitter Gaming. А у меня что-то в Safari не попадает. Видимо, превышено количество вкладок, как ты, не знаю. Safari 9.1, реклама. Да. Ну, они совсем недавно начали, поэтому... Сколько они сейчас подписчиков? Подписчиков, сейчас я посмотрю. На скрине было 45 тысяч. Сейчас уже 111. Неплохо. То есть они, в принципе, растут потихонечку, то есть дети подписываются. До Lady Gaga, конечно, пока далеко. Ну да. Всего 107 твитов, и самое главное, что мне нравится в этом аккаунте, он не засирает. То есть нет такого, что я открываю, и у меня вся лента Twitter Gaming. А у меня мало очень в Twitter. И, по идее, так могло бы быть, но нет, они достаточно редко, но метко там по 3 твита. И там реально то, что я знаю. То есть не то, что я Black Ops смотрю 3 раза в день, а там реально там гифка из Вовки, гифка там, еще есть чего-нибудь. я тебе скажу, Black Ops-то уже, ну это практически как Counter-Strike Global Offensive. Ну, опять же. Вот есть именно стрелялки, которые Contra, а есть именно которые вот Battlefield, Call of Duty, вот там-то Black Ops, грубо говоря, известие. Но я понимаю, что ты не из этих. Ну да, но все равно, тут какие-то, блин, хотя бы твиты про какие-то чувак, видимо, из Ghostbusters, какой-то сфоткан. Ну, хотя бы это как-то прикольно. Это нормально, я считаю. И как бы ты это видишь, и они здесь перепасят, ты можешь быть в теме, грубо говоря, если ты хочешь быть в теме, да? Если я попал на Twitter Gaming, подписан один ваш знакомый Никита Тарасов. да. И ты, собственно, здесь они перепостят какой-нибудь прикольчик про PlayStation, 20 Years of Play, например. Да, ну, как бы вот такая тема. Вот, но на самом деле в статье, я просто вернусь к нашей статье, немножко автор недопонял, обосрал, сказал, что, блин, опять для школоты, опять бренды, все просто будут покупать, короче, перепостят. есть маленький шанс, во-первых, что реально в это все скатится. Ну да. Согласись, что микрошанс есть. Спокойно, да. И также есть шанс, что автор статьи некий editorial, ну то есть другая редакция портала shazu.ru, он просто не знает, что такое Twitter, нормально. Может быть. И он просто думает, что это что-то, просто какая-то хрень, и он не понимает, что некоторые Twitter-аккаунты все время остаются всего лишь Twitter. А, да. Следующая, кстати, он просто какая-то гимка, где телка, звезда, морская. я увидел. Может быть, это какая-нибудь летсплеерша популярная. Ее, возможно, в звезду сделали, да. Нет, ее ретвитнули. Это она сама себя сделала, но ее ретвитнули, потому что она известная летсплеерша. Ну да. Ну мы дальше переходим к стандартным статьям с РУ, в принципе, почему нет. Так. Статья, короче, называется Сооснователь The Verge делает новая широкопрофильная медиа. Короче, мы же часто читаем с тобой статьи из The Verge и вот тут для нас в принципе это как бы стало новостью, но не сильно интересно, потому что не про технологии, я заранее скажу. Так вот, короче, чувак из The Verge, бывший глава цифрового подразделения Bloomberg. Ну, казалось бы, нас все просят, чтобы было больше про технологии, но мы все равно будем про The Verge. Ну да. Так вот, он работает над новым медиапроектом широкой тематики. Вот широкая тематика, чтобы вы понимали, это политика, культура и бизнес. Да, вот у нас, видимо, узкая уже, как минимум. Да, вот мы-то тоже, похоже, в широкую же стремимся, порой в политику, как там, что-то и бизнес. Культуру. Культуру. Вот в культуру особенно, это вот про Роскомнадзор, где. Да. Так вот, короче, Джошуа Топольский, некий, сообщает, что он готовит тему, вот такую, новый журнальчик. Причем, для него, они там в своем комьюнити, супер комьюнити, да, понимаешь, и он оскорбился и написал твит, что чувак, чуваки, монокль is a little slow for my taste, just saying. То есть, он, понимаешь, он как бы, он даже вот не признаешь, что его сравнивать с монокль. Мне почему-то, казалось, нужно сказать, монокль is the capital of great Britain. Вот так же, монокль is, и уже как-то слишком просто для носителей языка. Да, причем, я вам сейчас рыжие новости, желтые новости, вам скажу, летом прошлого года, вот этот вот Топольский, который сейчас, в принципе, нихреновый чувак, The Verge, да, его уволили из Bloomberg, чтобы вам вот так вот. Причиной СМИ называли как раз неудачный, по мнению владельца издания Майкла Блумберга Redesign. То есть, практически как с кинопоиском история, видимо, была с Bloomberg, все поржали. Да, тут написано на independentmedia.com Media, извините, сейчас скачет полигонный конь. Почему не полигональный? Почему полигонный? Не знаю, видимо, по полигонам скачет конь, я не знаю. Я сейчас зайду, попробую попасть туда, скачет он там все еще или нет. То есть, там уже портал про культуру, бизнес и техно... И бизнес, культуру, политика. Просто, я так понимаю, рабочее название independentmedia, indie практически. Ну, почему рабочее? Может быть, такое и останется. Может быть, в принципе, типа прикольно, по-хипстерски, у нас же независимые медиа. Согласен. Баннер кока-колу сразу в поверх прям. Да. Ну, кстати говоря, возможно, что мы будем случайно попадать на этот сет и что-нибудь читать вам с него. вдруг, случайно. Вдруг The Verge будет куда-нибудь там ссылки давать на independentmedia, чтобы повысить свой PR. Возможно, там действительно скачет конь, но в Safari белый экран. Сейчас из хрома попробую зайти. Я все еще не могу загрузиться с хрома. То есть, не то, что это Safari 9.1 реклама. Ну, что-то как-то... Или интернет у нас хреновничает. Да почему-то... Ну, конь не скачет, короче. Пока да. Пока не скачет, и мы сейчас переходим, видимо, к разделу ProWordPress. Сегодня раздел ProWordPress не простой, а золотой. В том смысле, что тем мало, но они прям глубокие. Так. А именно, прям с практикой. Как вы любите. Короче, опять слушателям будут засыпать. Первое, как назначать иконки, картинки и цвета для категории тегов, как в видосе? Ну-ка. Вот релизный видос в WordPress, здесь скрин, чтобы ты понимал, это не видео, на него нельзя нажать, я когда нажимаю, у меня скрин открывается. Причем зря я это делаю, потому что Иннету все-таки под... А, я понял, почему, я элементы скачиваю. Это, кстати, не реклама сериала... Сериала CBS, супер... Лимитит. Да, Лимитит Pro. Так вот, вот, обрати внимание, на скрине там есть иконочка и цвет у таксонами. Ну, сейчас ты закроешь элементы, и я буду наблюдать. Ну, я прям приостановлю, я позволю себе это. Закрыл. Так вот, я не знаю, у тебя сейчас сразу бум-бум, умерло избуки, прям у тебя. Так вот, там есть иконочки, такие пункциончики с цветами. Так вот, и типа в WordPress 4.3 добавили таксонами мета, если угодно. Короче, можно есть ADD User Meta функция, чтобы хранить мета поля в юзерах, даже отдельная таблица в базе данных, если вы по юзер, если вы по юзер, мета, чтобы просто любую инфу в полях, каким хочешь, там, можешь отдельно у юзеров возраст, заплашивать, заплашивать, запрашивать, отдельно его хранить, а потом выводить где-нибудь, если это социальная сеть. Вот, например, BuddyPress очень сильно использует юзер мета модуль, потому что они хранят очень много всякого говна именно касаемо юзеров, потому что это под соцсеть сделанная штука. Так, вот, есть пост мета, но это само собой, то есть, например, Advanced Custom Fields использует этот API, чтобы хранить любое дерьмо, связанное с постами, абсолютно, то есть там, хоть какие поля вы можете добавить, и за счет этого, когда вы используете кастомные пост типы, то есть, допустим, там, элемент портфолио, вы можете его кастомить как угодно, запрашивать у пользователя в админке, там, если это элемент интерьера, там, рост, вес, длину, ширину, глубину, и это все хранить в отдельных полях, отдельно выводить потом на фронте, как угодно, то есть, это все легко. Теперь, такой же API есть для работы с таксономией, и хранить именно метаинформацию каждой таксономии. Так. То есть, если ты помнишь, где-то можно было хранить, вот, например, WordPress SEO, они хранили в таксономиях SEO названия, SEO description и так далее. Вот они это делали костылями раньше. Они это прямо в вп-терм сохранили, еще отдельные поля прям создавали и так далее. Ну, видимо, WordPress у них подсмотрел, подумал, надо бы сделать удобный API, ну, и сделали. Они, кстати, сами-то SEO пересели на нормальные API? Я не знаю, я не смотрел Сурсы, но, как бы, вот, да. Кстати, не в 4.3, а в 4.4, простите, меня добавили эту штуку. Glyphor, поэтому мы прекрасно. Ну, да, в клитор практически получилось. Так вот, и есть плагины VP Term Images, VP Term Icons, VP Term Colors, которые, как раз, с использованием этого API просто позволяют вот так вот здесь же и в листинге еще дополнительно добавлять сортировку по иконкам, по цветам и так далее. Причем, самое главное, что, ну, это для Content Manager, чтобы просто, как бы, зеленое, это там, хорошее, смотреть, сколько хороших статей и так далее. Причем, если у вас до 4.3, вам надо не только этот плагин маленький, VP Term Icons, поставить, но еще и VP Term Meta, который эмулирует вот эту фичу, которая такая в 4.4 появилась. Еще и драйвера, но Dev Hand, возможно. Грубо говоря, да, 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 Dev Hand. Так вот, ну и там, естественно, в админке прям появляются редактировать таксономию, вот тут следующий скрин, там можно иконку прописать из Dash Icons, ну и так далее. но вот Джефф, например, пишет, что это только на листинге таксономии, то есть, а вот когда ты редактируешь пост и там упоминание где-то, там вот нету рубляшочка там слева, это, блин, отписать надо. Отписываюсь, практически. Да, он отписался от них, не знаю, короче говоря, тут есть еще ссылка на туториал от Джастина Тедлока, в котором он пишет, как использовать этот API, но там ни хрена сложно. Я сейчас перейду по ссылке, так скажем гиковский выпуск сегодня, в котором мы прям вгрызаемся вот в это все. Кстати, еще кроме постов и юзеров есть коммент мета. Отлично. Ни разу не работал так вот плотно с комментариями, поэтому даже не упомянул. И даже интересно, хочется как-то попробовать. Ну, там оно везде одинаковое. ADD, да, апдейт, делит и гет. Здесь тоже стандартные четыре функции. ADD, тем мета, апдейт, делит, гет и так далее. и они работают так же, как пост, коммент и юзер. То есть, ну, практически, практически нехрен делать. Как два это, об это. Как два байта по локалке ты? Да, переслать. Ну, короче, все. То есть, кстати, об Advanced Custom Fields. В нем внутри можно, там есть обертка вокруг вот этих всех get юзер мета, пост мета и так далее. это get filled. И если ты просто делаешь get filled в кавычках, то это будет по дефолту get пост мета. А если get filled в кавычках и через запятую вторым правилом user нижнее подчеркивание айдишник, то он поймет, что это про юзера и это будет обертка для get юзер мета. Вау. Я не знаю, есть ли для комментов. Опять же, не работал с ними, может быть, можно также коммент как-то или может быть get comment filled, не знаю, или может быть advanced custom filled с комментами как бы ну, не вась-вась, что называется. Я думаю, что им и для таксонами надо тоже сделать. Этот функционал на новый API перевести. здесь опять же screen, редактировать категорию names like parent and color. А этот color вы уже выводите как хотите. большой прям туториал. Мы, конечно, будем вгрызаться, но не настолько. Тут просто реально весь код кейса конкретного расписан как жить. Микро плагин прям пишет с color picker и так далее. И куртизанками. Следующая тема со smashin magazine. Ну-ка, это круто. Это во-первых круто, а во-вторых это длинно. То есть готовьтесь спать. А, кстати, должно быстро загружаться. О, быстро загружается. Реально быстро. Я прям даже хочу в этом, в новых шкалах времени. Полинец. А, кстати, напомню нашим слушателям. Я случайно на рекламу нажал. Почему мы почему мы уделяем внимание скорости загрузки smashin magazine? Потому что фридман рассказывал в mail.ru, давал вебинар, не вебинар, а семинар, он лично присутствовал, про то, что они прям сильно задрачивают скорость загрузки сайта, они там все используют. Ну, вот кто не видел, посмотрите. у нас этот ролик был по-моему в паблике. Он был, но год, два назад. это охрененный ролик, он там, он еще мотивацию поднимает. Он меняет жизнь, этот лысый хрен, он прям, да, он такой. Мы прямо даже и смотрели в разговорах у экрана, что они вот в local storage даже шрифты хранят. Я сейчас зашел, здесь, я показываю, smash web fonts, content, и там в B64 закодированный шрифт прям в local storage хранится. Первый раз, когда вы заходите на сайт, он у вас туда только залетает, вы не видите, еще шьют, вы видите Arial, а при следующем перезагрузке у вас уже он оттуда берется закреширован. Короче, они гении, реально. Хотя это хак, и я против такого хранили шрифтов local storage, это как-то не очень. Так вот, статья называется полезные подсказочки, чтобы начать работать с WordPress хуками. Понял, ладно, какую тему мы замахнули? На хуки. Прямо на хуки. Хуки это система, грубо говоря, коллбеков, на которые, точнее нет, система, так скажем, событий, на которые вешаются коллбеки. Только эти события возникают не как в JavaScript, а синхронно могут возникать. То есть, могут возникать, а могут и не возникать. Например, события клика. Нет, они здесь все возникают просто по порядку. То есть, PHP все-таки синхронный язык, WordPress синхронно написанный. Поэтому все события здесь, назовем их так, хуки, происходят просто в конкретном порядке. Их очень много объявленной системой, что называется, WordPress, а очень много можно добавлять самому. Например, популярный фреймворк Genesis, он очень много хуков своих добавляет еще поверх. То есть, здесь написано, что хуки бывают двух видов, экшены и филлеры. На экшен вы реально вешаете коллбек, который выполняется. То есть, void, грубо говоря. Если происходит ивент загрузка стилей, вы можете вывести еще свои какие-нибудь стили. В дефолтный сценарий этот хук называется wp-n-queo-e-styles. Вау. Или скрипт. Хороший вопрос. Скрипт. wp-n-queo-e-style это функция, которую обычно вешают на этот хук. Так вот, и фильтр. Фильтр, он берет и использует он возвращает короче значение. То есть, если вы учились как и мы программировали начиная с Паскаля, там были процедуры и функции. Вот здесь некий аналог процедуры и функции. По факту в PHP то и то функции, только одна void функция, которая исполняется, а вторая это просто функция, которая возвращает какое-то значение. Так вот, здесь написано, что хук можно do, то есть, грубо говоря, определить и кастома... А, черт, это они так определяют, что do, хук и кастомайз хук. Так вот, фильтр, допустим, дефолтный фильтр ADD-контент, мы сейчас пройдемся по тем примерам, которые нам показывают статье, но я пытаюсь сначала GNA объяснить, чтобы понять, как это просто в общем выглядит. ADD-контент это фильтр the-контент, простите. Фильтр, который как-то обрабатывает то, что вы ввели в редактор WordPress в админке в контентную область. Так. Если вы вешаете какой-нибудь колбэк на этот фильтр, то вы берете переменную контент и к ней вы можете добавить в конце там автор такой-то дурак, например. И он прямо в конце контента добавит эту строку. То есть, он, грубо говоря, возьмет как Unix-овый pipeline значение контента, которое было до этого фильтра, может его как-то добавить или обнулить. Можно написать вредительский фильтр, который берет и вырезает весь контент после того, как пост сохраняется и не дает людям работать. А может просто там что-то дописать. Или, например, дефолтный фильтр, который есть в ВП автопе. Это тот фильтр, который в Вордпрессе параграфы расставляет. Если у тебя они не расставлены, но энтерики есть, он парсит все вот это безобразие, которое вы в контент написали и добавляет пэшечки. Слушай, это же как тот самый плагин, который автопе. Тот самый плагин убрать в ВП автопе, он как раз то и делает, что отменяет этот фильтр. А, ну все. И там есть плагин, есть. Есть плагин, это одна строка remove в ВП автопе. Отлично. Так вот, элементы хук рутины. Короче говоря, нам здесь сейчас будут показывать все, что кого. Первая функция do action, это определяет свой собственный хук. И они на примере ВП хэда дефолтного показывают, что вот action определит так, вопхед do action точнее, а фильтр определит так, apply filters и подписать его название и контент передать переменную прямо в этот фильтр. То есть, наши зрители видят, а слушатели спят. Поэтому нормально. И здесь, например, есть функция noindex, которая триггерится одна из функций, которая повешена на впхед коллбэком. Ну и она просто делает, если блог публичный, точнее, не публичный, вп no robots функцию включаем, ну ты знаешь, когда в гавочках ставят минку, типа, попросить ботов не индексирует. Вот эта функция на самом деле выполняется на хук впхед. То есть, в самом начале, когда вы делаете хедер пички у себя, вы там должны добавить впхед, вот эту функцию, иначе без него у вас не будет работать ни стили, ни админ бар сверху не появится. Ну там много всяких разных. То есть, ты хочешь сказать, что без впхеда, да, в принципе, он будет индексироваться. То есть, если я поставлю в админке галочку не индексировать, но у меня впхед не будет. Если ты будешь впхед в шаблоне, будет индексироваться. Отлично, так, хорошо. Но другое дело, что у тебя и пол сайта работать не будет, если ты впхед не напишешь, потому что, повторюсь, стили не поднольтятся. Ну и там много вещей. Понятно, в общем, у тебя будет каша индексироваться, по приколу. Ну, на самом деле, до недавнего времени, год назад, да, Google начал индексировать CSS, JS, парсить, точнее, и индексировалась каша. Но, тем не менее. Отлично. Это нам, как раз. И там есть пи. Пи. Моча, напоминаю. Не знаю, кстати, почему пи. Да, они как-то вот любят фу называть пи. Ну, фу, ба, ну, пи, это прям откровенно моча, просто санье. Ну, так вот, короче говоря, если брки расставляют, то брки, если нет, то параграф. Все, и return пи, то есть возвращают тот контент, который был до вот этого фильтра, уже его отдают дальше по пайпу на другие фильтры изменены. Так. Так вот, и определять, напоминаю, do action и apply filters, если говорить про action и фильтры соответственно. Так вот, как вешать? add action, первый параметр это название action, который уже определен через do action, то есть vphead, и функция noindex. Noindex, она уже определена в ядре, то есть ее не надо вешать, нам показывают примеры, как раз, которые уже есть. У нее приоритет один, то есть третий параметр это priority, прям самый первый у нее, то есть noindex, он в самом начале пишется, прям вот как вы vphead написали, сразу noindex, если вы поставили галочку, то это первое, что напишется. Ну просто как бы дальше можно уже и не писать практически, да? Ну, напишется на самом деле, просто индексирование. add filter также вешается, первый параметр названия фильтра, второй параметр названия callback, который вы, через который вы хотите пропустить тот контент, который в этом фильтре будет меняться. и вот здесь нам говорят, что вы уже их используете, потому что vphead это дефолтно, вот здесь нам кусочек, так скажем, header.php предположим, а, это, кстати, из 2015, прям этот кусочек, то есть vphead, и, грубо говоря, нам показывают, кстати, сурс WordPress, что функция vphead, единственное, что делает, это пишет do action vphead, то есть фактически ты мог бы сам написать do action vphead вместо того, чтобы писать vphead, просто они для чего это сделали, тут написано, что функция vphead была в 1.2.0 добавлена, и в ней изначально просто там все вываливалось, еще экшенов не было даже, а потом они добавили do action, но чтобы поддерживать обратную совместимость, так и есть вот эта смешная функция, которая единственное, что делает, это do action vphead, ну так вот, и вот дефолтные экшены, которые уже на vphead навешаны, как ты можешь посмотреть, их дохрена, дохренища, render title tag, nqeoe script, о котором я говорил, head links, rsd link, и так далее, их здесь очень много, ну я не знаю, я не буду считать, но около 20, наверное, да, ну нет, 15, наверное, каждый из них можно еще отменить, но об этом чуть позже, это контент, это пример экшенов, дефолтный, то есть параграф называется, вы их уже используете, и также используете некоторые фильтры, здесь взят опять же the content, практически вы уже больны этими, да, вы уже, вы каждый уже носитель этих вот, хуков, этих хуков, этих фильтров, и здесь дефолтный фильтр the content, и на него 6 колбэков, эти я посчитать могу, в том числе vp, auto p, о котором мы уже говорили, или там вот convert smileys, это, наверное, jetpack, что-то со смайликом, который, если ты двоеточие равно, двоеточие, это, точнее, скобочка, он ее прям, точнее, не в утюте, а в угловатое говно, которое jetpack, не в emoji, если вы не поставили плагин, да, 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 так вот, и тут нам написано, типа, какие уроки мы извлекаем из фильтра the content, есть как бы еще функции the content, вызов через get the content, там, где эхает, короче говоря, это используется не только на контентных страницах, но и на страницах, где есть листинг, в общем, если на него вешаете что-то, обратите внимание, что не только на синглах у вас может что-то появиться, а еще и в других местах, например, в виджетах, ну там не в виджетах, ну там в страничных кусках, приведу простой пример, у нас в теме one, помнишь, мы делали, когда слайдер на главной, такой, у нас там social кнопочки были прям на главной, да, мы такие думали, блин, прикольно, а потом, ну так, а если посудить, какого хрена у нас на странице-то они есть, это же для постов, типа, ну да, а это потому, что в теме one это реализовано тоже через the content filter, а в том плагине Яндекс Шеер Баттонс вешается все на этот фильтр, понятно, и там на этих слайдах, на главной тоже это было, и на самом деле это и прикольно, причем выглядело как будто так и надо, да, да, но на самом деле это вот, на Smash & Magazine напишут, что это урок, когда к фильтру the content вешаете, понимаете, что это не только на синглах появится, но и на листингах, то есть, если ты вспомнишь, просто листинг, ну, пять постов подряд, там внизу тоже они были, ну да, и то есть надо проверять именно внутри вот этого фильтра, проверять из сингл там, ну, как бы, и так далее, так вот, я не могу, а это мы только на середине статьи, в принципе, идет хорошо пока, так вот, да, теперь поговорим о других параметрах, то есть, первое параметры это название, либо фильтра, либо экшена, второе это callback, третье это приоритет, а четвертое это количество аргументов, то есть, допустим, наш, здесь, собственно, сейчас будет об этом, так, function vp delete post, которая удаляет страницу, в себя включает 4 хука, before delete post, delete post, deleted post, и after delete post, ну, то есть, грубо говоря, нам пишут о том, что их очень много, и о том, что их обычно называют реально по смыслу, и в WordPress, некоторые называются before, pre, begin, after, end, нам по смыслу понятно, что вот одна лишь функция, удалить пост, ну, на самом деле, как бы, не очень, да, такая большая, но мы можем в эту функцию встроиться на 4 этапах, и добавить какие-то свои callback, какой-нибудь alert написать перед, перед before delete post, чтобы вдруг не удалилось, мы можем прервать через PHP, die функцию, например, мы можем в before delete post устроить alert, типа, блин, блин, чувак, ты удаляешь пост, нажми ok, если 100 куда хочешь удалить, если жмем отмена, отмена, то, не идем дальше, и не удаляем, ну, всякие прикольчики можно делать, то есть, этих, этих хуков, ну, и экшенов, и фильтров, их реально до хрена, здесь он про нейминг говорит, что есть именно before, pre, begin и так далее, и вот про название vpco, genesis и advanced ads, то есть, ну, просто нам говорят, что есть некоторые плагины и темы, которые свои хуки назначают, и они их прям, ну, как бы, нейминг делают, префикс, чтобы не путать с дефолтными хуками, или там, ну, и типа, вы тоже, если делаете свои, то вы их там называете, там, саня, нижнее подчеркивание, там, отлично, add content и так далее, так вот, что касается, тут можно динамические названия хуков, то есть, тут вот apply filters, когда вы делаете, можно с помощью каких-нибудь переменной option, и вот вы, какой опции применяется этот фильтр, в данный момент, такое и будет название, pre, option, нижнее подчеркивание, переменная option, ну, короче говоря, да, и там будут фильтры про option, block name, block description, и так далее, это все такое, параметр all, если мы его передаем первым значением, то он вешает абсолютно на все фильтры наш callback, то есть, если мы сделаем add action, и первым параметром будет all, то мы на все action, повесим тот callback, который напишем через запятую, кстати, я вам скажу, где это, например, используется, мы недавно говорили про плагин hooker, если ты помнишь, который выводит название каждого action, в самом начале, грубо говоря, того места, где он показывается, вот это делается с помощью тега all, мы на тег all вешаем внутрь callback, здесь еще мы будем говорить, про функцию current filter, или current action, и там содержится название этого фильтра, ну, и, короче, по факту, тот плагин hooker ни хрена и не делает, просто выводит название по тегу all, и все, но замануха прикольная, ну, здесь написано, что название функции, через второй параметр, можно, если вдруг вы классами на PHP программируете, можно к статической функции обратиться вот так, в первом название класса, во втором название статического метода, я так, кстати, делал, работает реально, можно к instance классу так обратиться, не только к названию, а именно к переменной, в которой уже объект этого класса хранится, или, если вы изнутри другого метода обращаетесь к, ну, вот, в данном случае, capitalize all worlds, вы можете через this это здесь сделать, это очень, реально круто работает, то есть, я пробовал все методы, кроме instance, я либо изнутри класса это делаю, либо для generic класса это всего, то есть, да, для любых объектов этого класса, использовать дефолтные PHP функции тоже можно, например, если вы вешаете на фильтр the title, функции best plugin ever capitalized title, а в ней всего лишь return uq worlds, можете сразу uq worlds просто повесить, то есть, или там функция date, функция date бред, она ничего не, она выводит, исходя из тоже параметра, а тут-то надо, ну, вы поняли, короче, вы поняли, нет времени объяснять, можно дефолтные PHP функции, ну, допустим, strip tags, да, например, есть такая, или это WordPress, у меня просто уже спутано, я настолько давно на чистом PHP не писал, у тебя как бы уже WordPress, у меня уже, да, WordPress API корни пустил, можно ее прям передать в фильтр, и просто пропустить там, ну, хорошо, вот есть WordPress функция escape html, которая просто принимает входные данные, вырезает из него все html теги, и делает их, знаешь, вот, например, скобочка, вот такая косая, он ее делает, как ampersand lt, двоетое точка с запятой, то есть в html символы переводят, чтобы никаких инъекций не было, никаких кросс-скриптовых уязвимостей, так вот, что касается приоритета, третий параметр, по дефолту он 10, но если, как бы, его специфицируют, то 1, там 2, можно какую угодно писать, здесь есть маленькая тонкость, если вы хотите сделать remove action, забегая вперед, именно так и удаляются callback из экшена, вам надо повторить приоритет, то есть, допустим, если вы заходите в сурсы, и видите, что какой-то callback вешается с приоритетом 4, вы не можете просто сделать remove этот callback с таким-то названием, вам надо именно четверочку повторить, иначе не сработает, так, ну, здесь есть функции did action, это если action уже произошел, то есть, очевидно, что должны быть такие проверки, есть doing action, если мы в данный момент находимся в этом action, и кроме этого, есть еще has filter, если уже произошел этот фильтр, ну, как бы вы поняли, то есть для action, для фильтров, примерно одинаковые API, и, например, vp auto p priority, можно вот здесь сделать свое, если уже произошло, vp auto p, то ничего не делать, а, ну, точнее, записать переменную true или false, и вот там, если уже произошло, так, что здесь, если уже произошло, и если advanced ads content injection priority меньше, чем vp auto p priority, то провернуть еще раз vp auto p сделать, ну, хитро, короче, что касается аргументов, это четвертый параметр, вы количество должны передавать 3, например, вот здесь, add action delete term, вы поделите next menu item 10 3, вот 3 аргумента, то есть на самом деле, action delete term принимает до 4, но именно вот тот callback, который вы вешаете, хотите, если только что вон 3 модифицировал, пишите 3, и в этот callback передаете уже 3, он в соответствии с порядком их передает, здесь опять же тонко, если вам надо вдруг все 3, но не первые 3, а первые 2 и 4, то вам все равно надо писать, к сожалению, 4 и второму передавать какую-нибудь пустоту, потому что иначе, ну, так не получится, это, кстати, здесь он пишет, the number of arguments trap, то есть ловушечка, если... вот здесь он пишет, хак, как отменить дефолтные эмоджи, которые добавлены в WordPress 4.2, вон смотри, а 4 экшена надо снять и 3 фильтра, он там что-то, да, он там с корнем выдирает все эмоджи, прям реально, как это, wp remove customizer all parts, помнишь, мы помним, вырвать весь кастомайзер нахрен и так далее, ну, как вы уже догадались, типа, как раз remove action, remove фильтр их удаляет, про них я уже сказал, как найти хуки, здесь сказано, что есть wp hooks у Адама Брауна, какая-то database, чтобы просто посмотреть, какие хуки в этом, потому что их 1957, внимание, в еды. кстати, сказать, вот если говорить о фреймворке Genesis, да, который WordPress-овский фреймворк, там-то все вообще на хуках, да, это там, суть всего этого фреймворка в том, что там добавлены куча своих хуков, и прям... Если ты понимаешь принцип хуков, то с Genesis'ем ты просто играться можешь с ним. Да, ну, правда, проблема в том, что у Genesis'ем тоже из ряда вон дерьмовая документация. Там документация говно. И я последний раз, когда с ним работал, я прям в сурсах Genesis'ем искал, потому что иначе долбануться. Угу. А вот, здесь, кстати, функция current filter, который я говорил, и current action, которое название выводит. Так. Можно на all повесить вывод, если это фильтр, то current filter, если это action, то current action, и все. Да, все. Бла-бла-бла, конец. Просто все, кто изучает WordPress, мне кажется, про хуки надо вот эту статью прям заучить. Да, ну, просто, на самом деле, на 3-хаусе, все еще есть курс зака Гордона, который полностью хуком посвящен. Там есть, да, про хуки. Следующая тема, тоже про WordPress, последняя. Их всего 3, но они, видите, объемные получились. Первая не объемная, да и вот третья тоже не объемная. Дэвид Волш нам пишет подсказочку про WordPress publish post hook. Так. Вот, грубо говоря, есть hook action, уточню, publish post, который каждый раз, ивент этот происходит, когда мы жмем кнопку или запостить, или обновить, или что-то такое. Ну и я вот, например, там, при сохранении или обновлении на этот хук вешал, что, если вдруг кастомное поле какое-нибудь не заполнено, то заполнить его нулем, просто чтобы оно хотя бы создалось в базе данных. И у меня потом кастомная выборка из VP Query по этому полю учитывала этот пост, потому что, если у него хотя бы нолик в нем не записан, то он вообще его не выводит на листинге. А я сортировал в зависимости от этого, и мне вот, чтобы это не потерять, пришлось повесить на publish post. И, в принципе, меня устраивало то, что этот ивент случается каждый раз и при новом постинге, и при апдейте, грубо говоря. А вот Дэвид Волш, он написал именно небольшой сниппет, как сделать, чтобы только на просто на первый постинг, а на апдейт не файрился. Только на new post, так скажем. Да, 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 да. И он написал, что, типа, есть прикольный action transition post status, который как файрится по-русски. который чёрт, ну, будем говорить, совершает, выполняется нахрен, который выполняется, каждый раз меняется пост статус. И пост статус, чтобы вы понимали, это там с черновика на publish и так далее. И он, видишь, делает, проверяет внутри, что если только что вот сейчас publish получился, пост статус, то только тогда что-то сделать. и это, грубо говоря, каждый раз, когда будет апдейт, уже пост меняется на publish, он уже как был publish, так и остался. Понятно, то есть он проверяет конкретно статус поста. Да, и он ещё здесь проверяет, чтобы пост type был пост, чтобы у страниц, а у них пост type page, чтобы вы понимали, чтобы у них не было этого. Он именно для новостей для постов, да, написал вот такой вот хук, такой callback, send new post, его он называется. Почему он его не назвал dvb, send new post, я имею в виду дэвид блога, блог. Ну, просто, чтобы не было интерфейсов. Ну, слушай, нам ещё раз это показывает, что с хуками-то можно по-разному играться. Нам ещё раз это показывает, что вордпресс, это не просто блоговый движок, а это реально большой фреймворк, который уже можно навесить хрен на хрен, и да, согласен. Завершая, собственно, блог про блоговый движок, и переходим к блогу корпорации и seo, у тебя написано. Ну, в этот раз в нём будет и про seo, и про seo будет, да, так вот, про seo уже, Pornhub. Значит, статья называется «Как весь мир смотрел порно в 2015?» Она занимательная инфографика от Pornhub. Мы это назвали «Занимательная статистика от Pornhub?» В принципе, да, статистика есть, сейчас я немножко её освещу по ржам. Осветишь, как с кадилом? Да, кадила гламура. Короче, из краткой сводки, именно по мировой, да, по Pornhub, есть прикольчики, конкретно про, которые нас, в принципе, интересуют, достаточно интересные цифры. А про Pornhub нас всё интересует. Так. В этом году, в 2015, точнее, в прошлом уже, было использовано 1892 петабайта трафик. Тут я хочу отметить, что, что, в принципе, значит, использовано? Это значит, и, наверное, и download, и, наверное, и загрузка. Я думаю, да, тут суммированный download и upload. Да. Потому что, как бы, для них-то это похрен, гоняние трафика. Понятно, что download намного больше, чем загрузка, да, но, тем не менее, 1892 петабайт. Далее, люди просматривают файлов на 72 гигабайта в секунду. Мне это показалось маленькой цифрой. Вот, на самом деле, по всему миру 72 гига в секунду качают, ну, как-то, не сильно. Ну, понимаешь, именно гигабайта, не гигабита. То есть, 8 раз больше, чем. Ну, мощно, мощно, согласен. Нормально. Я думаю, понимаешь, мало кто может таким трафиком похвастаться. Я думаю, даже практически никто, да, даже рутрекер не может. Ну, как, конечно, рутрекер это так. 4 миллиарда 392 миллиона 486 тысяч 580 часов порно было просмотрено. 4 миллиарда. 4, 4, 4, 4, вот так. Ну, да. 87 миллиардов было просмотр... Ладно, 88. Видео. 88 миллиардов. 21, 21,2 миллиарда посещений было. Ну, как-то... Тебя впечатляет. В принципе, сильные, мощные. Вспоминая количество посещений на Ювеб Дизайн, меня очень впечатляет. Хочешь такое, да? Ты хочешь такие посещения? Да, да. Окей, самое популярное слово в комментариях. Love. Love. А почему, интересно? Я думал, хотя бы там какой-нибудь секс. Ну, именно в комментариях, видимо, все равно... Там чуваки уже love. Мы тебя любим там. Блин, смешно. Самым популярным смартфон. Я вот хочу подчеркнуть. Я уверен, что в 2014-м еще не было смартфон. Мы, причем, обсуждали занимательную статистику от Pornhub год назад в подкасте, как сейчас, помню, как мы здесь сидим. Ну, что-то я не помню. Я тоже не помню. Я уверен, что там был большой рост смартфонов, но чтобы именно доминирующие как бы процент смартфона, как бы уже теперь все на телефонах смотрят порно, ну, а что нет? 24% зрителей женского пола просто для интереса. Ну, четверть, грубо четверть. Как бы четверть 25, 24, почти четверть. Давайте, короче, зафиксируем себя в умах, поржем, в следующем году будет 50% зрителей женского пола и мы уже будем все как во Франции ходить. А и 25% транссексуалов. Да, мужиков останется уже четверть. Да, ну, теперь немножко про Россию поговорим, просто по приколу посмотрим. По количеству создаваемого трафика Россия находится на 11 месте, то есть Россия, она, в принципе, во-первых, на одно выше стало по сравнению с прошлым годом, на одно место. То есть было, видимо, на 12-м, стало на 11-м. Мы обгоняем Японию, охренеть, то есть про Тентакли меньше хотят смотреть, чем про русских баб. Так нет, в смысле русские больше хотят смотреть. Не, по количеству... Русские, это может и про Тентакли тоже смотрят. И США, которые, например, тоже про Тентакли. Ну, да, да, то есть про... Да, вот. Ну, на первом месте United States, понятно, на этот Киндом, на втором. Там Индия, Канада, Джемани, ну, в принципе, популярны. Ребята, ну и детальная статистика... Заметь, Украины нет. Я даже, как бы, в нормальном смысле это говоря. Ну, кстати, да. Швеция, Филиппины, вот в Филиппинах больше смотрят, чем в Украине. И причем я... На Украине. Я не то, что надеюсь, а я точно знаю, что они отличают Украину от России, потому что дальше будет Украина. я тоже знаю. Да, ну и детальная статистика предпочтения россиян. Детальная. Топ 10 searches of 2015 в основном ищут Russian. Потом Mom, Teen, Message. Почему Message? Я не понял. Ну ладно, Mom, Teen, я понимаю. А My Little Pony почему? My Little... Вообще не понимаю. Тут будет My Little Pony прям сильно как-то... Ты представляешь, что Бомбану на 133 позиции? Это охренеть. Может быть, что-то случилось? Это вообще что? Это тот самый мультфильм? Это мультик? Ну, где с розовыми волосами? Возможно, надо сейчас погуглить и там есть такое порно, но... Ну ладно, сейчас не об этом, на самом деле. Не об этом, просто поржали, окей. Ты видишь, и кроме My Little Pony еще Футанари какой-то вообще не понимаю. Я даже первый раз слышу. Тоже вообще, да. Напишите в комментариях, что такое Футанари и польз... И... Да. В общем, топ-3 категорис. Ну тут дефолтный, на самом деле. Топ-3... Топ-3 Porn Stars почему-то всех знаю. Я тебе так скажу, автор поста у него My Little Pony на аватарке. Особенно. Мы хотели еще раз смотреть, что в принципе Pornhub, они работают с аудиторией и у них есть несколько тематических постов на вот эту тему, на статистику именно по 2015. У них... Начнем с того, что у них есть community blog. У них есть community blog. Называется Pornhub.com Insights. Insights, да. Вот. Ты сейчас какую смотришь, просто чтобы для слушателей... У меня про Minecraft открыто. У тебя про Minecraft. Вот у них есть статистика именно, что какие слова пользователи вводили, искали на Pornhub, да, по Minecraft. Причем это с January 2014 по December 2015. За два года. Рост 326%. Охренеть. То есть в Minecraft, видимо, детки добрались до Pornhub или выросли. Но ищут все равно Minecraft. Но ищут Minecraft. Можно сразу перемотать до слов, просто по приколу, какие больше всего ищут. Ну, во-первых, Minecraft сам по себе на Pornhub ищут. Minecraft Porn, Minecraft Hentai. Больше всего мне понравился Minecraft Hard Drilling. Ну, это два смысла, так по-майнкрафтовски. Minecraft Master Baiting, не Mastur, а Mastur. Видимо... Я, правда, не знаю, как правильно. Это, возможно, какая-то тема. По-любому U. Ну, вот что-то мне тоже кажется, возможно, это тема майнкрафтовская. Master Baiting, это когда-то там добываешь... Хозяин тебя заставляет. Я, ну, как бы, Throat Hard Minecraft, тоже смешно, в принципе, Minecraft. True love. Я не в комментах, возможно, еще пишет везде, вот именно эти люди. Да, но, кстати, вот здесь даже чуть ниже пишут, что кроме Minecraft, в принципе, в приоритете. Так. Во-первых, Halo, но это чисто американцы на Xbox. Да, да, причем это же Xbox, как бы сказать, это эксклюзив. Ну, да, не Metal Gear Solid. Кстати, да. Metal. А, а потому что уже не эксклюзив, написи-то есть Metal Gear Solid. А-а-а, ну, блин, ну, да. Поэтому Halo. Clash of Clans. Это вообще чуть ли не mobile игра. Да, да, с телефона. Call of Duty, Fallout 4, Team Fortress, Lego. Ну, в общем, Lego. Я не знаю, что такое Cutie Pie. Видимо, PewDiePie, только Cutie Pie. Ну, короче. Я тоже не знаю. А, кстати, PewDiePie, собственно, есть. И Let's Play. Это прекрасно, вообще. Let's Play. В общем, кстати, здесь есть Star Wars, можно, в принципе, перейти дальше на Star Wars. статистику от Pornhub. Захожу. Давай. Короче, они тут немножко, ну, немножко статистики, которая, в принципе, очевидна, потому что вот они бомбанули с выходом фильма, собственно. Ты имеешь в виду 1854% рост? Да, это охренеть, какой рост. То есть, Star Wars начали искать на Pornhub, хотели смотреть порно. Самое прикольное, что здесь есть, в принципе, ну, понятно, Princess Leia, окей, Star Wars Parody. Ну, Princess Leia Slave, окей, да. Annal Lightsaber, уже смешно, Han Solo Sex. Да, это прикольно. Это четверть, дам гугли. Дарт Вейдер, Блодроф. В принципе, ну, в принципе, вот такие статистики. Luke and Leia. Да, когда ты такую смотришь статистику, ты можешь какие-то фантазии в себе развить, да. Lightsaber Sex Toy, например. Чувак в комментах вот к этому посту, единственный, который написал, написал, Annal Lightsaber, that must be painful. Чувак еще закодированный, BH просто. Отлично. Так, ну, че, я не знаю, че здесь еще? Можем, конечно, по Hornic for the Holidays посмотреть, про Christmas. Да, ну, там тоже это очевидно, поэтому давай дальше. Мы уже просто почти 2 часа в эфире. Окей, давай, ладно, пойдем дальше. Следующая новость. Я чувствую последнюю новость, которая у нас в отдельный блок занудства выделена. Мы оставим на следующий раз, потому что до свидоса. Да, сейчас будет статья, которую мы рассмотрим. Она как бы не занудство, конечно, но тоже нормальная такая. Как ты можешь обзорно просто сказать. Обзорно. Microsoft завоевала СССР, а Apple не смогла. Вот такая тема. Вообще, на самом деле, можно, я уверен, про это книги, писать диссертации? Но давай... Мемуары, но может каждый человек, да, фильм снять, я думаю. Вот как Стив Джобс только. Да, согласен. Это будет прям такой топовый фильм среди стартаперов, любителей. Да, согласен. В общем, почему Microsoft так легче зашла как бы на рынок? И почему она сейчас более в приоритете, чем Apple у нас? Здесь сначала описывается, что ну вот, у нас, во-первых, был СССР, в нем много чего запрещали, ввоз, импорт и т.д. и т.п. И как бы, почему к нам так легко не смогли прийти все системы, там, операционки и какие-то там, какой-то софтвэр, так скажем, потому что к нам железо не поступало очень сильно, его практически на таможне, таможне не давало добро. А, ну у нас тогда еще свое железо делали. И хотели... О чем мы, кстати, через неделю поговорили. Да, да, хотели делать сильно свое железо и как бы делали его, делали, делали, но, но, в 90-х все-таки, прорвалось железо. То есть, если бы не прорвалось, наши бы все-таки что-то сделали, я уверен. То есть, если бы, ну, шли курсом тем же, возможно, что-то бы сделали, да? Но к нам все прорвалось и... Почему Microsoft зашел легко? Они начали работать реально с... с MS-DOS со своим еще тогда, в 90-м. Здесь есть метафора, когда началась оттепель, Microsoft была тут, как тут, со своим ледорубом. Так вот, со своим ледорубом. Я по форме хайбы должен быть. Очень круто, я согласен. Microsoft ледоруб, да. Они начали адаптировать MS-DOS к другим странам, в принципе, и к России тоже. И они столкнулись с дохрена проблемами, такими, как, во-первых, кодировка. И... Как вообще, в принципе, перенести, вот, все на английском всегда было MS-DOS, а теперь нужно, чтобы можно было вводить русские символы, во-первых, и как они будут располагаться, как на клавиатуре, и начались проблемы с этим. Реально. То есть, MS-DOS вроде бы к нам попал, да, но вот эта сама адаптация... локализация, вообще первая вот на рынке локализация, это целое дело. Целое дело, да. Да. И вот некий диалог, SP-диалог, вот некий Юрий Стариков, ему охрененно, я думаю, Билд Гейтс сейчас практически руку жмет, потому что он сейчас, в Microsoft работает, этот чувак, но он там практически просто по пиратам, ну не по пиратам, но да, он локализовывал MS-DOS потихонечку. Вот. И, ну, короче, там как-то расположили Unicode, там все-таки решил, что надо что-то двигаться, сделать реально Unicode, ну, как бы, кодировку. Добавили русские, да, добавили русские, там как-то букву там U умещали, короче, там мягкий твердый знак, там, в общем, короче, еле-еле сделали, окей. Да, в это время Apple не заходила на рынок, потому что не было смысла, ну нет, ну как бы нет железа, ничего нет, ну какой смысл заходить на этот рынок? Ну да, тут написано, кстати, да, в то время не было стандартного способа заставить компьютер работать на другом языке, если вы хотели выйти за пределы стандартных 26 букв латинского алфавита, что требуется, если вы пишите на японском, китайском, инуидском, это какой? не знаю, или русском, вы по сути должны были создать их с нуля, консорциям Unicode, который сторонил эту проблему, появился лишь через несколько лет. Ну и опять же, да, было много проблем не только с русским, но и с белорусским, с украинским, то есть это все надо было как-то адаптировать, чтобы, а как бы это же получается, нужно было во все рынки, и на российский, то есть мы же уже тогда разделились, да, с украинской, то есть нужно было на все рынки зайти, как бы, ну достаточно сложно. Вот, Microsoft не спала, и они, причем, Билл Гейтс тогда приехал, тут вот написано, что он приезжает в 90-м году, опять же, и типа, официальное представительство Microsoft оставляет в России, реально, он видит в этом рынок, оставляет, и они реально начинают развивать, потому что он видит, что все, в основном все пиратят, как бы, системы, то есть, ну, MS-DOS у всех пиратская, потому что тут даже написано, что все думали, что вербатим, и, ну, короче, вот эти производители дискет, это и есть, короче, это и есть софтвер, так называется, нет, на самом деле, так дискет, и просто, как бы, он видит, что все пиратят, но хотя бы надо дать людям, чтобы они могли это покупать, но они, он видит, что нет денег, но все равно, как бы, надо привносить, потому что только пиратят, как бы, вот, Apple в это время, опять же, молчит, потому что нет смысла, рынка нет, как бы, смысл, все бомжи. Да, ну, они до сих пор так действуют, если говорить об Apple. На самом деле, да, все сервисы локализуются, из ряда вон медленно, даже Netflix уже пришел, а iTunes сериал, и все еще не пришел. Да, то есть у них политика сохраняется такая примерно, то есть, и, конечно, они тебе ответят, что да не, мы Россию, как бы, конечно, да, двигаем, ну, потихоньку надвигаем. Но на уровне африканских стран, в сожалению. Согласен, согласен, Windows начали пиратить, начали записывать, чуть-чуть начали продавать уже, уже продавали, 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 и только в 97 году, по-моему. А, самое главное, что Apple даже не отреагировали на то, что наши чуваки агат сделали, а агат, это была совместимая с Apple 2 машина, это была копия Apple. Ты представляешь, чуваки, у нас еще кто-то делал такое. Спаяли Apple, представляешь, Mac спаяли практически, но чуваки никак не отреагировали. Ну, плохая копия Apple 2, окей. Вот. Значит, и они как бы... А, то есть там еще, мама тоже представляет, это была именно локализованная, скириллическая раскладка, ты просто дошел до скрина. да, да, да. Ну, это, конечно, про клон ZX Spectrum на картинке, но суть в том, что все равно, да. Ну вот, то есть, как бы, Apple, опять же, не отреагировали, причем здесь написано, что, в принципе, Apple и Xerox, они в 91 году могли захватить весь рынок российский, здесь это написано. То есть, они как бы, когда были, они были сотрудничали, Apple и Xerox, они могли как-то так легко зайти, потому что Xerox у нас уже был в 91, ну вот это все, вот Xerox и т.д. и т.п. Могли, но все равно забили, ну, как бы денег нет России, окей. Вот, поэтому, короче, ну, как бы... Цитирую автора, фактически пойми, как преподнести свой продукт, она пришла бы на российский рынок с технологическим преимуществом, увы, не поняла. Угу. Кстати, кстати говоря, тут дальше написано, что сейчас, в принципе, к сожалению, то есть, был такой подъем, небольшой Apple, вот, когда здесь написано немножко про медведя, что там он фанат, и т.д. и т.п., был подъем, но сейчас, к сожалению, снова спад, из-за, опять же, из-за того, что санкции, и т.д. и т.п. Просто из-за финансовых... они немножко тут пару цифр приводят, что и OS X меньше уже используется, и iOS чуть-чуть все-таки снизилось. То есть, не то, что сильно прям, но как бы да. Вот, поэтому, поэтому Apple так у нас не развелось, потому что вот именно Microsoft так легко зашли, начали, они как бы работали хотя бы, а Apple даже не работали. Возможно, если бы Apple начали работать, и с Xerox'ом что-то сделали, мы сейчас все на Mac'е сидели. Через их канал, ну, не случилось. Ну да. Ну да, последняя наша тема – SEO. Так, да, последняя наша тема – SEO. Я вот здесь знаю, ее можно как-то кратко сказать или нет. Я думаю, ее кратко можно сказать тем, кто слушает. Обязательно посмотрите картиночку здесь, потому что она все объясняет. Вот просто ты смотришь на нее, и это круто. Здесь как бы такая лента X, Y, хромосомы, хотел сказать. Ось абсцисс и ось ординат, двумерная система координат, декартова ты имеешь. Да, и даже по цвету можно понять, какие виды контента нужно постить, чтобы оказать то или иное влияние на аудиторию. Да, тут, кстати, эта инфографика, я назову эту инфографику, она двойной, двойной, как бы, мало того, что по осям X и Y, опять же, то есть тут эмоциональность, рациональность по Y, по X осведомленность, покупка. И четыре области учить, развлекать, внушать, убеждать. Тут еще и цветами нам выделено. Короче, для всем дебилов. Самая красная, самая синенькая, желтенькая, зелененькая. Да, я не буду все описывать, просто прикольно, что здесь какие-то, какие-то, в общем, виды контента больше, большее влияние оказывают на пользователей, какие-то меньше, какие-то больше сил затрачивают от контент-менеджера, какие-то меньше. Вот, допустим, возьмем пример, что к внушению очень сильно относятся выступления авторитетов в комьюнити. Причем у этих выступлений авторитетов на пределе эмоциональности, видишь, рациональность с самого внизу, эмоциональность, я не могу к покупкам ведет, то есть, когда эмоционально вам что-то продают. И нерационально. Легко, да, и нерационально, соответственно, вам легко это все внушить и вам продать. Но выступления авторитетов это большие бабки, возможно, нужно каких-то авторитетных человек привлекать. Вот, например, обзоры, оно как бы тоже не очень сильно рационально, но внушает нормально так. И рейтинги. Хотя могли вообще всякие дурачки наставить рейтинги. Но рейтинги, видишь, они на рубеже эмоциональности, рациональности. Мне очень нравится, что некоторые пункты здесь прямо на осях находятся. И в самом центре, чтобы вы понимали, на центре вообще всего, на центре развлечения, эмоциональности и равна рациональности находятся новости. то есть новости, а не как бы... Самый универсальный тип контента это новость. Да, ты просто постишь новость и она как бы как сыграет. Вот прям, да. Мне очень это, знаешь, почему понравилось. Потому что вот это на самом деле стратегия для сммщиков. Ты говоришь, ты сам для себя определяешь, что ВК это вообще обычно развлечение. Да, и ты... И на ВК ты постишь все из этого квадратика. Анкеты, конкурсы. Да, ваш YouTube канал должен учить. И там должно быть соответственно пособие, инфографика, информация о трендах. То, что мы обсуждаем в подкасте. да. Пресс-релизы в том числе. Электронные книги, статьи. Ну, а это у нас на рубеже. На рубеже, ну да. Вот. Допустим, убеждать калькуляторы с моей хрениной. А на сайте у вас должны быть спецификации цены, отчеты об использовании. Вся эта скучная информация, она убедит. Ты просто зайдешь на сайт и ты поймешь, что уже 100%, ну блин, на калькуляторе на ихнем посчитал, который там врет. А, да. Врет, который на jQuery плагинах дерьмово написан. Интерактивная демо. То есть, ну блин, реально, я вот сейчас смотрю и вообще я буду это использовать. Я думаю, на этой позитивной ноте можно заканчивать. Да, начнем. У меня полигональный конь в хроме подгрузился. Начнем заканчивать. Я помню, на самом деле, обойку твою. Так. И просто, вот как тебе сказать, ну то есть, вроде бы, это как, опять же, наш подкаст. Ты вроде бы смотришь, слушаешь его, как подкаст, но можешь увидеть что-то абсолютно другое для себя. Upside down, я имею в виду. Да, да, да. Перевернутое, как там наш глаз увидит перевернутое через любую линзу, если не смотреть, все перевернутое, только наш мозг переворачивает картину. Вот наш подкаст на самом деле перевернутый, только ваш мозг его переворачивает так, как он есть во всех красных, на цветах и так далее. Ну и тут рука рыжего бездушного человека это все показывает. Мы, кстати, с Никитой не рыжий, ну что бы это мог быть? Это наше альтер-эго общее. Да, 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 это один чувак. Ну все, мы даже знаем, как зовут этого чувака, но не будем, да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на наши соцсети ВКонтакте, Твиттере, Фейсбуке, Инстаграме, в Google+, и в iTunes, если вы наш слушатель, во-первых, посмотрите подкаст, во-вторых, ставьте нам звездочки, пишите отзывы. Всем удачного дня. И да, кстати, с вами были Никита Тарасов и Александр Гончаров. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok